Уважаемые коллеги, мы рады приветствовать вас в стенах МГИМО, и физически, и в онлайн. Сегодня достаточно знаменательное событие в истории движения образовательного процесса, связанного с управлением рисками и страхованием. И я, как заведующая кафедрой с знаменимым названием, с удовольствием приветствую в наших стенах уважаемую Национальную ассоциацию Роскриск и ее председателя Виктор Вадимовича Верещагина, между МГИМО и Росриском заключено соглашение о партнерстве и сотрудничестве, соимные обязательства, которые приятны для обеих сторон. И, соответственно, в рамках той программы, которая открыта в МГИМО по подготовке магистрантов и связана непосредственно с управлением рисками и страхованием, воспитанием культуры и формированием культуры риск-менеджмента в тех предприятиях, организациях и страховщиках, где работают наши выпускники, мы с удовольствием пользуемся и теми методологиями, и теми практиками, которые наработаны в глобальной концепции управления рисками, которая меняется. И в том числе сегодня мы поговорим о тех актуальных направлениях, которые свойственны на сегодняшний день, очевидны и заметны в разных направлениях совокупности знаний, связанных с риск-менеджментом. Второй повод, почему это мероприятие проходит именно сегодня, наверное, очень важен также для нас всех, специализирующихся в этом направлении. Но для того, чтобы рассказать об этом, я с удовольствием предоставлю слово моему соведущему и, наверное, главному инициатору сегодняшней конференции. Виктор Владимирович, пожалуйста, вам слово. Спасибо большое, Капитальна Евгеньевна. Добрый день, уважаемые коллеги. За экраном и в зале у нас тоже есть мои коллеги, но кроме спикеров и студенты, не только МГИМО, а МГТО имени Бавана решила поучаствовать живьем, что называется. Ну, прежде всего, я хочу поблагодарить Капитальну Евгеньевну и уважаемый ВУЗ МГИМО, который откликнулся на наше предложение и организовал сегодняшний семинар. И я подтверждаю, что у нас не так давно мы подписали соглашение. И, в общем, это, наверное, первый шаг реализации соглашения между РУС РИСКом и МГИМО. У нас есть такое же соглашение с финансовым университетом при правительстве. Надеемся, что этот круг будет расширяться. Я об этом несколько позднее скажу. Но сейчас я хотел бы еще раз всех поздравить с Днем РИСК-Майнежера. Ну, это, конечно, пока не государственный праздник, неформальный, но, тем не менее, мы его уже шестой год отмечаем. А почему 7 сентября? Потому что в этот день, шесть лет назад, в 2015 году, Министерство труда утвердило профессиональный стандарт «Специалист по управлению рисками», который был разработан моими коллегами, экспертами РУС РИСКа. И тем самым появилась официальная профессия риск-менеджера России. То есть эта профессия была легализована. Хотя уже несколько десятков лет менеджеры, которые занимаются управлением рисками и страхованием, они именуют себя риск-менеджером. Ну, вот такая дата теперь у нас есть. 7 сентября мы сегодня попытались все наши каналы, которые есть в Фейсбуке, в других сетях поздравить всех коллег и всех причастных к этому, что я еще раз с удовольствием делаю. Ну, и возникла идея в этот день провести семинар для студентов различных вузов. И мы очень надеемся, что по Зуму и Телеграм-каналу может быть присоединяться студенты нескольких вузов. Не только московских мы приглашали, и студентов из Питера, из Вятки и других регионов. И это не случайно, потому что одна из задач нашей ассоциации национальной, это привлечение, максимальное привлечение к деятельности Росфиска и к некоторым проектам, молодых клиентов, аспирантов, которые собираются сделать в своей профессии в иск-менеджер. И поддержали предложение, и пытаемся реализовать совместный проект с издательским домом «Деловой экспресс» и журналом «Проблемы анализа риска» по созданию лаборатории «Молодой рисковик». Ну, я не буду сейчас тратить время на это. У нас очень мало времени, очень много интересных выступлений. Я могу сказать, что некую небольшую презентацию по поводу об этой лаборатории мы вынесли на телеграм-канале. Можете потом ознакомиться, если наше выступление. Хочу представить спикеров, кто сегодня будет делиться опытом, большим опытом, потому что сегодня перед вами собираются выступать очень уважаемые и в риск-менеджменте, и в бизнесе люди, которые уже прошли немалый путь по совершенствованию управления рисками в своих компаниях и в других нескольких компаниях. И я с удовольствием их представлю. Яна Крухмалева. Где у нас Яна? За стол. Пожалуйста. Она поработала в нескольких компаниях, в том числе в «Газпроме», в «Росатоме», в одной из дочек «Росатома». И сейчас она является независимым экспертом. Дмитрий Зайцев, ГМК «Норильский никель». Дмитрий Зайцев пока занимается управлением «Норильским никелем» и присоединится к нам через сутки. Понятно. Ну вот еще раз говорит о том, насколько востребованы наши коллеги. Максим Сапожников. Максим, если можно, к столу, который представляет мировую компанию «Марш». Виктория Дереза, управляющая компанией «Виктория». То же самое, пожалуйста. Представляет управляющая компания «Металлоинвест». Они потом сами, когда будут выступать, представятся, на каких позициях они работают в своих компаниях. Я не буду тратить на это время. Дмитрий Мун. Дмитрий Валерьевич, подходите к нам. Пожалуйста, да. С подокладчиком, Александр Валерьевич. Нет, нет, ну пока вы один сядьте, если нужно. Который является, представляет очень серьезную организацию в структуре МЧС России, агентство «Энерком». Николай Николаенко, «Росатом», который рядом со мной. И у нас еще Иван Волков, который представляет «Мегафон». Вот весь список сегодняшних спикеров. Ну, я очень прошу моих коллег укладываться в 15 минут, с тем, чтобы нам хватило времени на обсуждение, и на вопросы, которые будут задавать, я так понимаю, и в чатах, и, может быть, жильем. Поэтому еще раз поздравляю вас с праздником. И давайте приступим. Давайте. И, Татьяна, прежде чем мы приступим уже к основной повестке, если позволите, передам слово сотруднику кафедры нашей Веронике Владимировне Барабаху. Мы в тесном контакте. Мы враньтесь к условию наших магистрантов и бакалавров о той программе «Стандартизация суммы» в рамках, скажем, присвоения квалификаций, которые мы обсудили и намерены запустить со следующего семестра. Да, это очень важно. Да, и мы как раз в этот сегодня праздничный день с большим удовольствием хотим анонсировать одно из направлений развития нашего сотрудничества с Росриском. И это именно направление по сертификации, по возможности прохождения сертифицированного экзамена по специализации специалист по управлению рисками. Здесь в первую очередь целевая аудитория, которую мы настоятельно рекомендуем обратить внимание на данную новость. Это студенты магистратуры, которые во время обучения на втором году могут пройти данный экзамен. Экзамен сложности и типы вопросов соответствуют профессиональному стандарту по управлению рисками. Как раз как мы узнали данный стандарт сегодня праздничный день рождения. Таким образом, как мы проверили, программа, которая осваивает магистраты в процессе обучения, в основном покрывает все те вопросы, которые необходимы для получения данной сертификации. Подчеркнем, что речь идет о пятом уровне квалификации, которая не требует опыта работы, но, тем не менее, успешное прохождение данного экзамена предполагает получение сертификации по данному направлению, в пятой категории и дает возможность работы по таким видам деятельности, как специалисты в управлении рисками, риск-менеджер и риск-аналитик. Поэтому мы радостно анонсируем данные мероприятия, приглашаем магистрантов присоединиться. Это не говорит о том, что мы не будем рады бакалаврам. Также те, кто ощущает в себе готовный сдать экзамен, тоже в индивидуальном порядке, будем рады их принять и посмотреть. Тем же магистрантам, которые уже имеют какой-то опыт работы, здесь также, возможно, будет рассмотреть уже соответствие другой квалификационной категории. Тем не менее, это все-таки начало, это одно из направлений развития, которое рады анонсировать. Спасибо большое, Вероника. Здесь могу сказать, что технически для магистрантов, которые обучаются по программе международного страхования и управления рисками, администрирование, подключение к сдаче этого экзамена достаточно простой процесс, потому что мы в ежедневном взаимодействии. А вот для всех остальных участников из смежных магистратур в рамках МГИМО, мы открыты, и, соответственно, кафедра управления рисками и страхования с удовольствием проконсультирует, и Вероника Владимировна в том числе, каким образом нужно присоединиться к даче этого экзамена. Ну, это в определенной степени, конечно, профориентир для наших бакалавров, которые обучаются и по нашей специализации, и не только. Понимаем, что за риск-менеджментом будущее, именно так и называется наш сегодняшний «Открытый семинар. Риск-менеджмент в России. История и будущее». Ну, а теперь с удовольствием передаю слово Дмитрию Владимировичу для ведения семинара по существу. Спасибо большое. Это, кстати, очень важно, то, что вы сейчас сказали о возможности сертификации. Мне надо было самому об этом сказать, потому что это одно из основных направлений на сегодняшний день нашей деятельности, повышение квалификации и сертификации не только менеджеров, которые уже имеют достаточно опыт работы в управлении рисками и страхованием, но и молодых будущих специалистов, которые хотели бы стать ведущими в управлении рисками, в риск-менеджменте. Начинаем наш семинар. Но я хочу извиниться, я хочу поменять порядок выступлений немножко, имея в виду то, что несколько более общее и интересное, ну, на мой взгляд, я имею право как модератор, немножко тут перетасовать карты, чтобы мы по нарастающей двигались дальше. Поэтому я прошу Ивана Волкова, который представляет Мегафон, выступить. Он заявил тему основы риск-ориентированного управления. Молодые менеджеры? Я. Аня. Основы риск-ориентированного управления так называют. Там я иначе обозначил, наверное. Может быть. Вы можете узнать свою презентацию? Пойдите, пожалуйста. Я не знаю, куда мы ее ложим. А, там место, там ниже. Вот здесь вынесены все презентации. Можно я покажу вас? Вот, наверное. Вот это? Нет, это ECG-управление. Нет, тогда мы... Ну, небольшая техническая заминка. Это не заминка. Это... Нормально. Это, знаете, как... Это онлайн. Ну, да. Когда вы работаете с управлением рисками, вы должны быть готовы к общению. Да, вы правы. Вы правы. Поэтому мы к нему и готовы. Так, как мне это сделать? Я тогда начну. Спасибо, что вы доставили слово. Тема моего выступления называется «Основа рискорректированного управления». Сам я предстоит водителям по управлению рискорректированного микрофония. Расскажу несколько понятий, которые вкладываются в рискорректированном управлении. И также дам некоторые примеры того, как это организовано у нас. Собственно, можно тогда следующий слайд? Я выделил несколько основных аспектов, в рамках которых проявляет рискорректированного управления. Наверное, основным выступает стратегия и бюджет с учетом риска. И я не специально объединил на стратегию и бюджет, потому что бюджет фактически выступает инструментом реализации стратегии. В рамках стратегии и бюджета разрабатываются документы, которые играют главную роль в бизнесе компании, определяют цели работы компании и, соответственно, риски недостижения этих целей. В рамках стратегии бюджета с учетом рисков я выделил три основных раздела, как есть. Это превентивный мониторинг, правильный риск и реактивный мониторинг. Превентивный мониторинг состоит в том, что риски идентифицируются в процессе формирования стратегии и далее в процессе формирования бюджета. Как это происходит? Осуществляется подготовка основных финансовых документов в компании на несколько лет, в частности, отчет о движении денежных средств. Соответственно, определяются ориентиры по данным целям компании. УИПД, кэш-флоу и далее необходимо определить перечень рисков, которые могут повлиять на то, что мы этих целей не достигнем. Исходя из этих перечных рисков, впоследствии будет формироваться сценарий достижения или нет, достижения стратегии бюджета. Далее, когда мы определили перечный рисков, мы переходим к оценке вероятности достижения реализации этих рисков и ущерба этих рисков. При этом нужно понимать, что вероятность рисков может проявляться как на горизонте стратегии, так и на горизонте бюджета, потому что стратегия разрабатывается на несколько лет. Участность у нас, компания, она разрабатывается на три года. И, соответственно, могут быть некоторые риски, которые окажутся актуальными на горизонте стратегии, но, например, на горизонте текущего бюджета они могут быть неремантны. Соответственно, ущерб вот этих рисков определяется по конкретным целям и финансовым показателям. В частности, влияние рисков на такие показатели, как выручка. Вот у нас, например, основная статья КРНЛ и выручка по мобильной связи или мобильной выручкой мы ее называем. Соответственно, смотрим влияние на мобильную выручку, смотрим влияние на себестоимость и другие статьи бюджета и, как следствие, показатели, которые формируют стратегические цели. И далее мы после того, как определили весь скоп рисков, определили их потенциальное влияние, вероятность, мы моделируем достижение цели с учетом рисков. То есть мы получаем разбивку сценариев, в рамках которых мы можем сказать, с какой вероятностью мы достигнем или не достигнем тех целей компании, которые были подложены в начале данной стратегии бюджета. И уже исходя из этого мы формируем подходы по управлению рисками, составляем планы мероприятий, выделяем средства на конкретные мероприятия. После этого, собственно, еще в бизнес, мы смотрим, как у нас выполняются цели, как у нас риски фактически влияют в бюджет. Периодически предоставляем менеджментовую отчетку статусу рисков. В основании этого корректируем мероприятие, также смотрим, не возникли ли какие-либо риски. В частности, очень часто бывает, что на регуляторном поле будут возникнуть риски, которые не закладываются в начале стратегии. И на выходе после того, как мы с этим предоставляем бизнес-кредистративную стратегическую мероприятию на расстоянии и стратегическую цель. Второе направление – это инвестиции с учетом рисков. Здесь я выделил три основных формальнета. Это экономист, я инвестирую в гости капитальных затрат, и коммерческих инициатив. В части проектных рисков основной направлением анализа – это потенциальное влияние сдвига сроков проектов на выручку компаний, которые, ну или на расходе, в зависимости от того, какой тип проекта, собственно, в виде сроков могут генерировать такой ущерб. И смысл анализа проектных рисков состоит в том, чтобы понимать, вовремя понять, что мы можем принять такие потери и предотвратить эти потери. В частности, приведен пример одного из проектов, который у нас был. И в рамках этого проекта удалось достичь плохой экономии благодаря тому, что в процессе реализации проекта по увеличению плати сети ЛТЕ вовремя реализировали потенциальные узкие места, гепы, которые могли бы привести их в срок. Я вам перебью. Вот это X миллионов рублей – это 2X миллионов рублей, это XX миллионов рублей. Нет, X – это просто межриская тайна, но там фактическое значение у нас есть. Жаль. Да. Всегда интересно видеть, как работает риск-менеджмент, какова эффективность, потому что очень часто получается так, что за вот этим красивым словом формированием матриц, риска и так далее, очень многие не видят реального эффекта. А когда вот это XX открывается, ну как это, XXL, да, в конечном счете, или 5X, это тогда совершенно другое понимание того, насколько эффективен этот инструмент. Извините, что перебил, я думаю, что, может быть, мы можем открыть эту тайну. Да, я согласен с вами, но, к сожалению, не можем сегодня. Понятно. В том числе. Вот, зато во втором направлении покрытие риска лежит капитальный затрат, приведена фактическая статистика, ну, сначала я вам скажу про то, что складывается в управление рисками в форме капитальных затрат. Здесь мы исходим с того, что любые капитальные затраты могут покрыть какой-либо риск компании, и исходя из этого мы смотрим, есть ли потенциал для покрытия того или иного риска теми капитальным затратами, инвестиционными проектами, которые компания существует. Если такая связь обнаружена, то определяем степень снижения риска, которая может достигнуть после реализации проекта для понесения затрат потенциально достаточно риска, и после того, как данный проект реализован, затраты понесены, смотрим в качестве постанали за то, насколько снижается риск. Ну, то есть это, фактически, такой инструмент формирования мероприятий на риск. В качестве примера, вот, приведен кейс, который был по резервированию центра на обработку данных, и вообще тема резервирования центра на обработку данных сейчас очень актуальная в целиком бизнесе, потому что она позволяет обеспечить непрерывность оказывания услуг, и вот, поскольку резервировали один из создав, для данных центров, как их называют в английской версии. Но если снились вероятность рисков прерывания сервисов, которые были завязаны на этот сот, более чем на 40%, то есть статистика нам показала, что число случаев, когда прерывание услуг происходило, снизилось на 40%. Третий аспект — это риски коммерческих инициатив. Здесь мы отталкиваемся от того, что любая коммерческая инициатива, она имеет у себя цели, в целом увязанные со стратегией стратегии, со стратегией бюджета, то есть рост марта, выручка, увеличение количества оппонентов, также снижение, возможно, всех сдержек, которые позволяют нам подключаться, увеличение долеринга. И любая коммерческая инициатива у нас оценивается в контексте основных показателей. Поэтому мы можем поговорить о рисках коммерческих инициатив, как о рисках недостижения тех целей, которые были заявлены при запуске инициативы. И благодаря тому, что в целом коммерческие инициативы являются типовыми, мы можем заранее прикинуть, какие мероприятия в ответ на риск достижения тех целей мы готовы склонировать. В качестве примера проведен случай, когда прорабатывалась инициатива по созданию сервиса подписок и были сделаны подключения о том, что у нас будет высокая конверсия за счет партнерских подключений и продажи партнеров будут высокие. Но на тот случай, если эти допущения подложены, мы на точку, собственно, не заранее разрешили буквально в ответ, который помог бы нам. В том случае, если мы увидим неэффективность инициативы, помог бы нам реферсировать ситуацию. Следующий вопрос, можно ли? Конечно. И третье направление, риски ориентированного управления, которое я выделил, это мотивация, потому что нам нужен риск. Это на самом деле достаточно обширная тема, которая изучается широкий класс разных идей, подходов. Вот я обозначил три момента. Первый – это формирование цели компании с учетом рисков и после этого дескодирование целей на подразделения и взгляды сокрусеров. В Телекоме, в частности, встречается такая ситуация, когда возникает конфликт между целями подразделениями на запрос выручки и целей подразделений, которые ориентированы на снижение объема педитонской задолженности. Это условно тем, что телефонные кораторы проявляют гибкость и позволяют своим клиентам сначала поговорить по телефону, а потом за это заплатить. И это обеспечивает рост выручки, но при этом также и возникновение задолженности. Соответственно, при увеличении дескодирования задолженности получается, что соответствующие подразделения выходят из ТПА и оно должно принимать меры на то, чтобы свою ТПА выручить. И вот для того, чтобы такой цель предотвратить, ТПА-подразделение выравнивается с целью компании. То есть, если компания сейчас хочет нарастить выручку, то она встает на сторону подразделений, которые учат за выручку. Если же хочет акцельсионер денежных поток, то тогда скорее на подразделения депутатской выручности. Второй момент – это балансирование СПА руководителей и сотрудников с учетом показателей качества управления рисками. Здесь речь о персональной ответственности владельцев рисков за управление рисками, за достижение достаточного уровня риска. Ответственность рисков, которые любят мероприятия за эффективность и своевременность мероприятия. И третье – это формирование риска культуры, которое направлено на оценку последствий решения с точки зрения риска. Здесь главным образом имеются в виду общие моменты, которые касаются обучения сотрудников, обеспечения доступности процесса управления рисками для всех сотрудников. Потому что всегда часто встречается такая ситуация, когда передовые сотрудники не могут достучаться со своими рисками. Предотвращение такой ситуации является важным моментом. Тон сверху, который задает руководство. Собственно, на этом все. Спасибо вам за внимание. Если есть какие-то вопросы, я их буду рад ответить. Мы с коллегой, мы работаем в одном фолдинге. Я очень рада, что он присоединился к нашей большой команде. Недавно присоединился. Мне такой вопрос. Мы столкнулись с тем, что в компании, когда говорим о КПЭ, по управлению рисками, столкнулись с тем, что в компании сопротивление встречает любой факт увеличения количества этих самых КПЭ. То есть мы знаем, что у нас на операционном уровне там есть их порядка десятка. Есть персональные, личные КПЭ у каждого руководителя. Тоже не меньше 5-6. И когда речь идет о том, что добавлять КПЭ еще по рискам, это встречает определенные сопротивления, как на стороне менеджмента, так и на стороне посетственного руководства, высшего руководства компании. Вот вы с этой ситуацией как справляетесь? Есть ли у вас такие сложности? У нас на самом деле... Спасибо за вопрос. У нас на самом деле в плане количества КПЭ особых сложностей нет. В плане того, что перечень КПЭ, который есть у руководителей, сотрудников, он достаточно ограниченный. И поэтому проблему сопротивления еще одному КПЭ я здесь не встречал. На тот случай, если не так и так и произойдет, мы находимся в тесном контакте с отделом кадров, который, собственно, отвечает за активацию, за создание КПЭ, но с тем, чтобы в первую очередь объяснить им, зачем это надо, и вообще с их поддержкой с ними выходить уже на руководителей. Виктория, знаете, мне кажется, правильный ответ на ваш вопрос, он сверху не работает. То есть до тех пор, пока верхнее руководство не понимает проблему управления рисками как приоритетную и номер один, вот этот внутренний конфликт будет работать всегда, потому что КПЭ не поставит ни отдел кадров, ни двое, скажем, горизонтальный менеджер до тех пор, пока руководство сверху не скажет, вот эти цели должны быть у всех. И это не будет интегрировано в корпоративную стратегию управления. Всего. Ну, да, здесь, безусловно, была всякая проблема в этом плане. Да, есть нюансы, если хотите, там чуть попозже обсудим. Да, у меня тоже был коротенький вопрос к Ивану. У меня немножко конфликтность восприятия, она состоит вот в чем. Вы когда говорили о самых первых, на самом первом слайде, у меня почему-то не листаются они назад, но не важно, были стратегические цели, которые включены в перечень рисков и так далее. И дальше начинаются проектные риски. Крайне понимаешь, что проектные риски сами по себе, а стратегические риски сами по себе. Интеграция между ними на каком уровне реализуется? Потому что бывают такие проекты, которые могут и, скажем, выйти на уровень стратегических рисков. Да, да, согласен. Я на самом деле предполагал, что эти моменты статус-статусы друг к другу как общие. и частные. То есть стратегические риски – это общее. А проектные риски – это в плане оценки двигателем сроков, это уже частный вопрос. То есть в целом проекты, конечно, могут иметь стратегическое влияние, но если говорить про конкретный проект, то мы смотрим не только на то, каким образом этот проект повлияет, но и на то, каким образом его сам по себе реализовать. Вот с этой точки зрения я... Спасибо большое. Спасибо большое, Иван. Спасибо. И отдельное спасибо, что в 15 минут выложились, и даже у нас началось небольшое обсуждение, чему я и, наверное, все остальные рады. Я бы предложил в следующем выступить Виктории Дерезе, которая обозначила свою тему управления рисками бизнес-процессов при внедрении ERP-систем. Как говорили, но я уже не начала выступление. Да, я поэтому и... Сейчас мы... Хорошо, да, если можно... А еще, если можно, я не знаю, как камера работает, я бы встала. Можно? Можно, можно, конечно. Пожалуйста, я бы встала. Камера работает, как вам удобно. Продолжим выступление USM-холдинга. Я представляю компанию «Металл Индест». Возможно, вы слышали, что «Металл Индест» это металлургическая компания, кроме металлургической компании, которая является одним из крупнейших производителей железной руды и продуктов приработки железной руды, то есть впоследствии металла. В нашем составе находятся 4 круга комбината. Первые два конопоказательных комбината. Наверное, слышали, в школе такое название, как русская магнитная аномалия, да, МАА. Вот один из наших комбинатов находится прекрасно на этой территории. И два комбината металлургических. Один находится рядом с карьером Большины Николаевича, второй находится на территории Урала. Мы являемся в крупнейшем мире производителем как называемого горячего ракетированного железа. Это такие кирпичики, которые заменяют металлург. Только они более чистые, и стоимость их примерно такая же, поэтому они вот как горячие пирожки, действительно похожи на пирожки. Ну, я вам хотела рассказать на самом деле о рисках трансформации. Китайский поговорок все знают, да, не дай бог тебе жить в руку по-перемен. Но, мне кажется, в нашем время это не совсем актуально, потому что мы с вами каждую минуту видим колоссальные перемены, которые происходят. Более того, они происходят просто в какой-то гиперболе, и уже просто не успеваешь за ними угнаться. Когда была помоложе, еще там более-менее ориентировалась, о чем старше становишься, тем мозги сложнее и сложнее и сложнее перестраивать. Но как бы там ни было, находясь на передовой управлении рисками, понимаешь, что делать-то некуда, и надо трансформироваться самой вместе с тем, как трансформируется в игру вокруг тебя. И вот сейчас я вам рассказываю о том, как наша компания трансформировалась. Начали мы эту трансформацию, можно следующий слайд? Начали мы трансформацию, это порядка 2-2 лет назад, когда поняли, что вот эти вот 4 больших авторных комбината необходимо управлять из одного центра в одной единой системе. И было принято решение о том, что мы сносим бешеное количество наших инфраструкционных систем, которые у нас есть, просто убираем их, изменяем их одной большой инфраструкционной системой и армией системой, с которой интегрируем те важные может быть оставшиеся IT-системы, которые есть в локальном комбинатах. Вот, было принято это решение, и было принято решение о том, что мы все 4 комбината с вами будем перестраивать на одинную форму по единому процессу. То есть будем выстраивать единый процесс по всем нашим 4-м активам, как меньше. Что это значило? Это значило то, что необходимо было, во-первых, снять картинку, как она есть, и найти, что же в этой картинке работало плохо, и изобразить контексту, как она будет. То есть вот те самые процессы, бизнес-процессы, как нам хотим идти. Вот, при этом все стандартные решения, которые предлагаются, предлагаются, как вы понимаете, инцентантами или там компаниями, которые являются провайдерами тех же самых ярких систем, они, очень стандартно, они всегда работают в той сведе, которую нужно адаптировать эти системы. Поэтому компания 2 года занималась тем, что выстраивала процессы, которые они должны быть. И в чем же суть? Суть в том, что необходимо было объединить 4 компонента. Вот это 4 компонента, которые работали. Первое – это повысить производительность и персонала, и наших IT-систем, и процессов. За счет того, что выстроить все это на одной платформе и сделать это все, скажем так, управляемым. Второе – обеспечить устойчивость всего этого, да, обеспечить рост будущих, потому что, понимаете, что мы выкладываемся, выкладываемся в колоссальные деньги в проекте трансформации, автоматизации, финализации компании. Вы должны от этого получать что-то, да. Потому что, как вы понимаете, кто этим занимался, вот из моих коллег, и студентам вам говорю о том, что все вот эти инвестиции – это не просто там деньги на ветре, они должны отбиваться. Причем акционеры требуются, они отбиваются в течение буквально очень короткого количества времени. Если они в течение 3 лет не отбиваются, то есть, потому что, как я уже сказала, это были 4 разные точки, 4 разных кабинета со своей абсолютно культурой внутри, которые никак не контактировали друг с другом, будем так говорить, и которые шли собственной жизнью. И управлять им было крайне с чего, то необходимо было сделать это. Можно в следующем слайде? Ну, для поведения информации, Я уже в принципе сейчас сказала, не хочу на этом останавливаться. Вы все прекрасно знаете, что нас к этому толкает. Это изменение технологии, это глобализация, которая требует от нас мобилизации всего и вся. Да, и более того, мы должны понимать еще раз, что оставаться в границах какой-то определенной локации мы не сможем. Все равно нас вытолкнут глобальные какие-то масштабы, да, масштабы мировые. У нас новые бизнес-модели возникают, и мы должны адаптироваться к этим новым бизнес-моделям, это значит адаптироваться к границам. И нам необходимо вытаскивать звезд. Мы фактически ориентироваться на таланты, мы должны вытаскивать звезд, и вытаскивать этих звезд мы должны не извне, а внутри собственных ресурсов, изнутри собственных предприятий. И если у нас предприятия живут собственной жизнью, если мы никаким образом не координируем, не управляем эту систему, мы эти таланты видим, они просто там клипают. Можно на следующий слайд. И когда мы выступали в трансформации, мы то же самое изучали множество материалов, куча статистики всякой по этому вопросу, в том числе и на предприятиях, на которых уже потерялись, и мы видели вот такую картинку интересную, потому что только 30% трансформации успешны, и 70% это просто деньги на ветер. А как я уже вам сказала, эти деньги исчисляются цифрами сегодняшнего дня, а то и больше. И мы для себя создали некий список причин, почему эта трансформация не удаётся. Ну, прежде всего, это очень сверху, как Виталина правильно сказала, да, если менеджер не настроен на изменение, ничего, происходить не будет, это самое главное, да, не установлено КП по повышению эффективности, да, нету в коллективе более меняться, и при этом отсутствует умение меняться. Налки, как бы тоже, они не оттуда не берутся коллективно, они все занимаются операционными, да. Не выравниваются возможности наши с теми требованиями, которые нам подъявляются. Вот, отсутствует процессная модель. Вот об этом я чуть позже поговорю ещё, если можно, ну, там за 5 минут по сигналится, хорошо? Хорошо, да, 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 все непременно. Отсутствует в компании процессная модель. Помните, я вам говорила о том, что все процессы разные, они никак не взаимовязаны, потому что нету понимания, какие же процессы в компании существуют. Вот, и далее, вот очень большая ошибка, на которую действительно стоит обратить внимание, это то, что когда компания принимает решение о переходе на эту систему, она ориентируется прежде всего на финансовых указателей. Вот это очень большая ошибка, очень большая ошибка, потому что, как я уже сказала, денег много, времени много, а отбивать надо был страх, но сосредоточение должно быть именно на передовой практике, а не на финансовых результатах. Вот сейчас немножко сделаю маленькое отклонение, конечно, это не правило, потому что я знаю, сама личность на месте без включений, но уже в нашем, как бы, в кругу, в бизнесе есть такое понимание, что если финансовый директор начинает руководить в компании, это компания, скорее всего, очень быстро угрет, если в финансовых директорах нет таких компаний, то есть в принципе, время, время, который стал селом, который стал производителем. Вот, дальше. Еще одна очень важная ошибка, это то, что начинают пусками какими-то выхватывать какие-то инициативы и на этих инициативах садачиваться вместо того, чтобы делать какую-то глобальную работу, управлять селой завозненного центра. Про товар, я уже сказала, и, соответственно, недостаток инвестиций. Вот недостаток инвестиций, это тоже важно, почему? Потому что, когда компания приходит в глобальную трансформацию, компания должна понимать, что она должна сейчас вложить огромные деньги. И что, опять, нельзя вот этим пусками все это делать, нужно вложиться и нужно подождать, пока эти вложения начнут работать. Можно следующую сторону? Вот, не хочу останавливаться долго на этом, но вот это принципиальная вещь. На самом деле, вот этот слайд, я уже не думала, что интернатигуляет, а, по-моему, слайд, похоже. Отчисляю? А? Аржур, отчисляю? Не, конечно, не отчисляю. Вот. Значит, смотрите, база, да, рундамент всей трансформации, это корпоративная культура, как я уже сказала, она должна быть единая. Вот на этой единой корпоративной культуры дальше устраивается системная модель на базе какой-то эргей-системы. У нас это САГ, я не рекламирую, но здесь как-то одна есть, да. Модель бизнес-процессов, вот это та самая процессная модель, которая должна быть, единая процессная модель, которая должна быть в одной, как это, точке управления, да, и она должна потом всем распределяться, всем задействованным подразделением. И все изменения, которые в эту процессную модель вносятся, они, опять же, должны вноситься в центре, который это все координирует. Функциональная модель – это те функции, которые в этих процессах принимают участие. Вот. И организационная модель, то есть те самые, то самое штатное расписание, те самые, как мы называем, FTE, штатные единицы, которые дополняют те самые функции, которые, в свою очередь, дополняют весь этот процесс. Вот. И, соответственно, трейшность его и воздание – это стратегические цели и стратегические риски. Для того, чтобы это все работало, должны компания по цели, а на пути этих целей существуют риски. Мы сейчас с вами будем говорить именно о внедрении, о трансформации, о внедрении этой системы, я вам расскажу, с чем мы столкнулись. Можно следующий с вами. Вот смотрите, я вам сейчас расскажу про результат. Это вот такой ключевой слайд, вот такой summary, да, всего того, чтобы он сделан в двух раз. Значит, когда мы еще раз заявили, что программа настаивалась цель – улучшение эффективности бизнес-процесса, повышение точности фланированного, сокращение сдержек. И мы понимали, что нам необходимо время для того, чтобы этих целей достичь. Потому что сократить сдержки после внедрения этой системы такого не бывает, не бывает. Это только со временем происходит. Ну вот, Виктор мне показывает, пять лет. Пять минут уже. Пять минут. Пять минут. Прости, угадай. Пять лет. Да. Значит, ключевой этап стратегии программы, у нас была установлена стратегия переход на интегрирование системы на базе САП, введение всей хозяйственной системы, всей хозяйственной деятельности в этой системе. Мы впервые в России реализовали запуск платформы САП СОХАНА, масштабная компания, как металл-инвест. Это передовая платформа, это платформа, которая позволяет обрабатывать большие данные. Это платформа, которая позволяет и хранить, и аккумулировать данные со всех наших локальных систем, у их больше 400, у себя и, соответственно, синтезировать и обрабатывать результаты. И эта программа, вот что важно, она была сделана в срок и в бюджете. Вот это вот, да, вот это вот это основное, и я не говорю, что это было только управление рисками талантливое, сделанное в этой программе, потому что, поверьте мне, над этой программой работало больше 500 человек. Я говорю о том, как это было сделано. И каждый этап, еще раз, вот с самого начала, от проектирования проектов решений до внедрения программы, на каждом этапе анализировались слабые стороны, анализировались ошибки, которые делаются. Если эти ошибки выявлялись, делали шаг назад, выстраивали действия, которые необходимы для того, чтобы эти ошибки минимизировать, и вот эти вот риски, и эти действия, которые необходимы для минимизации этих рисков, на каждом этапе, поверьте, буквально на ежедневной основе мониторились постоянно всеми командами, которые были улучшены. Вот, ну и что, собственно говоря, у нас больше 100 систем было заменено. Более 4000 пользователей были заменены в одном инфункционном пространстве. У нас параллельно вместе с этой системой обнедрения, да, вместе с IT-системой было реализовано порядка 3000 организационных изменений. Да, коллеги, так и было. Это было, это было больно, да, людям было больно меняться. Некоторые люди, которые не захотели меняться, покинули компанию. 18 функциональных направлений трансформированы были полностью, и было, собственно, много функциональных центров обслуживания, то есть все сервисные функции у нас были вынесены в одну единую сервисную компанию, но проотсобное, да, такое. Есть единые центры обслуживания, которые сосредоточены не стратегические функции, не, скажем так, функции, которые занимаются производством конечной продукции, а операционника, то есть саппорт, поддержка, вот они все у нас сосредоточены сейчас в определенном центре. Можно следующий слой? Да, все, я уже заканчиваю. Я единственное хотела сказать еще про очень важную вещь, о том, что параллельно на всех этих бизнес-процессах, которые встраивались у нас в компании, мы выстраивали систему, так называемую систему внутреннего контроля. Вот это то, чем я непосредственно занимаюсь, за что я непосредственно в компании обучаю, это система внутреннего контроля, когда на каждом риском бизнес-процесса, в этом бизнес-процессе, мы выстраивали некие контроли, контрольные процедуры, которые этим риском впоследствии помогают мне реализоваться. Я не говорю, что это полностью происходит, но мы стараемся эти риски иммунизировать. И вот я хотела бы свою презентацию закончить, наверное, цитатой одного очень известного психолога, Михаила Лавковского, если кто-то про него знал, знаете, знаете. У меня есть совершенно замечательная фраза, что есть две полные противоположности – доверие и контроль. И контроль – это всегда недоверие. Я вас призываю к тому, чтобы вы соблюдали в своей жизни некий баланс, потому что не доверять совсем, где-то противоположности – это, наверное, неправильно. А нужно искать тот самый баланс, где мы и доверяем, то есть мы принимаем риски. Мы понимаем, что они есть, но мы не принимаем. И там, где мы эти риски хотим закрепить полностью. Спасибо. Спасибо огромное. Спасибо вам большое. Николай, а можно задам вопрос на стадии проектного, скажем так, анализа проектных рисков? Была наверняка сформулирована карта рисков. В ходе реализации насколько очевидно стало, что вот этот первичный анализ сделан корректно, или он потребовал существенных изменений? Потому что не думал, что это отличный вопрос, и я вам не выдам честный ответ. 900 изменений было сделано в проектное решение после того, как был приведен аудитор. Первоначально проектное решение. Понятно. И второй, очень короткий вопрос. Это была инхаус работа, или вас консультировал кто-то из больших? Нас консультировал Аксенча. Сразу могу сказать, что нас консультировал Аксенча в этой работе. И это внедрение было отмечено платиновой премией САПА, как самое успешное внедрение САПА на 2015 году. Наши поздравления и восхищения, потому что это огромный труд. Спасибо еще раз большое, Виктория. Ну и двигаемся дальше. Максим Сапожников, риск менеджмент страхования. Коротко, но сильно сформулировано. Пожалуйста, Максим. Компания Маршин. Я стараюсь. Я у вас не предупредил заранее. Извините. Ладно. Риск не реализовался. Нет, вполне, вполне. Нам нужно закрыть эту причину, Санечка. Это нужно отдать. У меня там на рабочем столе есть. Да, 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 да. Сейчас мы это сделаем. Тоже 15 минут, если нужно. Можно на рабочем столе? Спасибо. Калибр, добрый день. Меня зовут Максим Сапожников. Я представляю компанию Маршин. Это международный страховой брокер компании и консультант по вопросам управления рисками. На текущий момент я занимаюсь развитием продаж, а до этого порядка 6 лет работал рискоинженером, поэтому я больше такой вот про имущественные риски, про операционные риски. Поэтому мой доклад будет большей вопросной части посвящен. Можно следующий слайд? Я попытался начать свой доклад с какой-то такой важной принципиальной фразы. И я долго думал, вот риск-менеджер, страхование, для чего он нужен? Ну, сначала вроде как-то давайте, наверное, для того, чтобы вероятность посчитать рисков, да, риски выявить. Но по факту риск-менеджер, это инструмент достаточно хороший для того, чтобы сделать программу страхования эффективной. То есть можно сделать любую программу страхования. А вот эффективной ее можно сделать только применяя инструменты риск-менеджера. Нашей компанией на ней исполнилось порядка 150 лет. Вот все 150 лет компания идет под лозунгом «Не надо брить о страховании, надо брить о рисках». То есть когда мы начинаем брить о рисках, тогда мы приходим от риска к страхованию и с помощью инструментов риск-менеджера делаем программу эффективной. Можно свечать? За свою 15-летнюю карьеру в брокере мы разные инструменты риск-менеджера применяем, но по-прежнему в 10-15 лет страхование достаточно консервативное, наверное, в силу того, что это глобальная отрасль, и это отрасль, где, собственно, страховщики рисковать не любят, да, они любят получать страховую премию, инвестировать ее, формировать резервы, но рисковать они не любят, поэтому отрасль очень консервативная, но тем не менее в ней достаточно много полета и простора для специалистов в области риск-менеджера. Классический подход к выявлению рисков, оценке рисков и предотвращении рисков и минимизации. В страховании действительно мы начинаем всегда с выявления, это классика, но есть здесь две составляющие очень важных. первое – это отраслевая экспертиза, потому что в разных отраслях экономики профиль риска разный. Если это промышленности, там, допустим, капиталы емкие, активы, а если это финансы, это IT-системы, деньги на касации, перевозки и так далее. А есть еще специализация рисковая, это то, ну, по сути, мы называем линией бизнеса. Это может быть имущественное страхование, это может быть страхование профессиональных рисков, это может быть сайбер, это может быть страхование табиторки и так далее. Поэтому мы на выявление и идентификацию рисков смотрим в двух направлениях. Со стороны отрасли и со стороны уже непосредственно тех рисков, которыми мы пытаемся идентифицировать. В оценке рисков, как правило, мы применяем два инструмента – это сценарный анализ и бенчмаркет. Качественный и количественный анализ – это все внутри сценарного анализа. И третья, серьезная очень вещь, которая работает на всем протяжении договора страхования, то есть это программа по контролю рисков. Для чего это нужно? Для того, чтобы, если риски появлялись и в своем время предотвращали, а либо анализировали, если вдруг они наступают. Можете, пожалуйста, вячеслав. Что касается выявления рисков, решил сразу привести в презентации примеры, для того, чтобы поглядеть и понять. Вот так, например, делается с форем природных рисков в программе Unifree. Вы здесь видите производственный объект, где с помощью программы было показано, какие риски природные существуют. Вот вы, если посмотрите, риверфлаг риск, да, то он здесь максимальный и показано, как оценивается, например, риск затопления в производственной площадке, и можно четко видеть, что вот так вот, с помощью программных инструментов можно оценить риск затопления. Можно просто еще. Но, несмотря на то, что мы можем говорить, допустим, активы, про риски повреждений активов, то, например, есть достаточно интересная история, причем эта история, вы, наверное, знаете, был такой дистрибьютор роста на фарм-рынге, который пронкрутился и вынес практически все емкости с точком дебиторской заложенности. Так вот, выявление рисков, например, дебиторки, оно вообще, ну, противоположно отличается, например, от выявления обычных рисков, да, почему? Потому что мы уже не смотрим, как активы располагаются на производственных площадках. Смотрим, как выстроены вообще цепочки производства, доставки, дистрибьюции и так далее. И вот сценарий, который произошел на фарм-рынге несколько лет назад, в прошлом числе, он произошел по вот такому сценарию. То есть был большой крупный дистрибьютор, на него отгружали товар большое количество производителей медицинской продукции, ну, фактически лекарств. И за этим дистрибьютором была огромная сеть из аптек, поликлиник, больниц и так далее. И, соответственно, как только произошло банкротство дистрибьютора, то большая часть фарм-рынга пострадала. Почему? Потому что этот дистрибьютор был пудлочным горлышком в цепочке покупки и поставки медицинских препаратов. Вот пример выявления риска именно в дебиторской заложенности. Если мы в имуществе смотрим на активы, как они располагаются, что может сгореть, что может и сгореть, то здесь мы смотрим, собственно, а где тут в этой сложной паутине взаиморасчетов, где тут те звенья, которые являются ненадежными, которые могут обоградоваться. Вот, к слову, могу тоже сказать, компания у нас в группе есть Ольгер Вайман, это консультант стратегический. Они сделали программу, которая предсказывает банкротство такого контрагента с помощью анализа данных в соцсетях и публичной отчетности. С какой вероятностью? Они с такой вероятностью предсказывают. То есть со стопроцентной? Они даже, мы делали даже ретроактивную, они делали ретроактивный анализ, они взяли вот это банкротство дистрибьютора роста, сделали ретроспективный анализ и программа с точностью предсказала, что да, будет банкротство. То есть даже такие инструменты. Какие риски вы несете, тогда, когда вы говорите, это к слову, просто как бы расширить эту тему обсуждения, какие риски вы несете, вы, говоря о том, что это предсказание со стопроцентной вероятностью, и вот та компания, в отношении которой это предсказывается, как она на это может отреагировать? То есть есть вероятность явления, которое называется банкротство, а есть предсказание, как нечто, что должно в 100% произойти? Да, ну, мы консультанты, мы в этой области работаем, у нас всегда, наш основной риск, как консультанты, это риск неправильного совета, соответственно, поэтому мы с раком суть в основном ответили. Да, вы знаете, вы говорите вашему клиенту, клиент с X не заключает никаких договоров, потому что он будет банкрот со стопроцентной вероятностью в течение ближайших букв, клиент приходит к X и говорит, X ты будешь банкрот в течение ближайших букв, поэтому консультант из того, чтобы не заключать никаких договоров. Не совсем так, это прям… И все, иди, 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 иди. Нет, это жесткая формулировка. На самом деле, что делается, когда приходит компания страховать свой дебитор, у нее есть портфель дебитор. Для того, чтобы андерайтер проанализировал эти дебиторы, он может пользоваться таким программным инструментом и увидеть, что какой-то контрагент находится уже там, допустим, в кастин-зуре. И, например, его не брать. Про это я говорю. Вопросы. Простите, а вот о деятельности рейтинговых агентств, деятельность компаний, то есть это чем принципиально с точки зрения методологии определения потенциальных компаний банкротства отличается? Это тоже есть рейтинг, тоже исследуется компанией. Ну, мои первичные данные все исходные, те же самые. Они делят курсы, это только потребитель. Ну да, но одни публикуют, что они вроде как сделали, определили, да, вероятность не 100%. Они посмотрели, определяли, определили, что вероятность сопротивления наоборот. Мне именно понять инструментарий интересен. Ну, я вам таким они пользуюсь. Мы можем отдельно пообщаться, познакомиться. Да, давайте по окончании семинара. Отличная площадка, отличная тема. Мне кажется, один из аргументов был уже сказан, что не все компании рейтинговываются, потому что это тоже дорогая история. И, естественно, для нерейтингованных компаний должны существовать свои инструменты, включая «Спарк», «Уливер Байман» и так далее. То есть все, что есть, все, что доступно для анализа. Прозвучало, что разработана некая модель уникальная, да, которая определит авторский упоминник. Так, извините. Движемся дальше. Да, пример сценарного анализа рисков повреждения имущества перерыва в производстве – это то, как в страховании риск инженера оценивает, какие максимальные убытки могут произойти. Для чего это делается? Это делается для того, чтобы посчитать, какой лимит ответственности нужно на рынке покупать, чтобы при реализации такого катастрофического события пожар, разрыть, наводнение и так далее. Чтобы можно было с помощью страхования закрыть ущерб максимальным убыткам. Можно сведущий? Я попрошу, для наших, может быть, не сведущих слушателей или не совсем сведущих легенду поясните, пожалуйста. BD, BI. BD – это Property Damage, повреждение имущества. BI – это Business Interruption, который выражается в количестве месяцев простоя и, соответственно, в денежном выражении на базе кросс-профита. Валовые выручки, то есть выручка минус переменный расход. MFL – это Maximum Facible Loss, максимально возможный ущерб, который предполагает катастрофичность сценария. Ну, допустим, сгорел весь цех полностью. Произошел взрыв с максимальным поражением рядом стоящих оборудований. Ну, так понятно. Сценарный анализ. Сценарный анализ по группе предприятий так же делается, потому что у нас достаточно много вертикально интегрированных производств, завязанных на извлечение природных ископаемых, переработку и дальнейших переделок. Вот здесь примеры с реальных проектов. Тургическое производство достаточно объемное, циелозно-бумажное производство и воднодобывающие компании. То есть вот таким образом риск инженера снижает, какой элемент цепочки при наступлении страхового случая может какой ущерб принести. Бенчмаркинг. Про бенчмаркинг тоже скажу. Почему бенчмаркинг применяется? Очень часто бывает такая ситуация, например, экологический ущерб, ответственность директоров, когда вы просто не можете посчитать достоверный ущерб. Вот будет какой-то разлив нефти продуктов где-то там в каком-то море. Как это посчитать? Кто-то миллиард скажет, кто-то 10 миллиард скажет. А емкость рынка, например, 1 миллиард всего. Соответственно, что делается? Берутся исторические данные по аналогичным компаниям, аналогичному отрасу и смотрятся, какие лимиты в принципе компании покупают. Потом оказывается, что совсем и не миллиард покупают, а покупают 200-300 миллионов. Вот такой инструмент тоже будет использоваться. Вот последняя фраза и все, я заканчиваю. Очень важная фраза, я думаю, что Яна ее еще поддержит в своем докладе, количество или качественная оценка. Всегда, когда мы начинаем общение с лист-менеджерами, они все время говорят, посчитайте нам вероятность. Мы говорим, а дайте нам, пожалуйста, достоверные данные, на основании которых мы уже работаем в эту отрасль. Мы говорим, ну да, мы работаем в эту отрасль. Ну, условно говоря, мы же не можем вам отдать клиентские данные, какие-то там, пофилициальные, наших клиентов во всем мире. Можем сделать обезличный бенч-маркет, но это же невероятность. И даже андерайтеры в очень крупных страховых, больших перестраховочных обществах, они все равно располагают только в своей статистике. Вот это ключевой момент. Поэтому очень часто в страховании используется именно качественная оценка. Никогда не было, происходило в отрасли, происходило в отрасли, но не было в этой компании, происходило в этой компании и происходило в более одного раза. Все. Очень хорошо работает, подсветили первый белый, пункт пятый уже красный, и когда много красного, понятно, что она нырять не была. Наверное, все на этом. Спасибо. Спасибо. Андрей Николаевич Елокин, первый вице-президент русский, пожалуйста. Лесоров. Эффективность системы страховых программ, да? А как вы это смотрели? Что претензит эффективность? У нас стоповый тур. Стоп. Правильно я понимаю, страховал 10 заводов, у меня перекрестился, у меня ни одной аварии не произошло. И программа тогда... Нет, она эффективна или неэффективна? Будет понятно, она привыкла. И еще раз. У меня закрепить ничего не произошло. Но она эффективна или нет в вашей программе? Ну, если мы ее строим с учетом оценки листов. Если... Если не произошло ни одного страхового случая, то есть, на крупных объектах, мусорная платформа, она за время своей жизни, может, никогда с ней ничего не случилась, хорошо. Так она эффективна или неэффективна ваша программа? Нам деньги, зачем? Что мы меряете? Вы начали с эффективности. Эффективность? Окей. Эффективность меряется, там, total cost of risk. Да, то есть... Есть оценка рисков соответствующие моменты проведения оценивания. А если не происходит никаких... Ну, так не бывает, да, если я сама себя поправляю. Не нельзя сказать, что не происходит никаких изменений, потому что не происходит всегда. Стареет персонал, который работает на этом оборудовании, изменяется совокупность поставщиков, изменяется система дистрибьюции, регуляторные изменения. То есть каждый год происходят какие-то изменения. Максим сказал, что есть оценка в конечном счете программы, total cost of risk. То есть вы оцениваете не стоимость страхования. В конечном счете вы можете не страховать вообще, после того, как вы провели оценку рисков. И у вас она составляет, предположим, 100 миллионов единиц, неких, да, или 10, это уже не важно. Вот это та базовая цена, которую вам при прочих равных условиях нужно будет самому или путем передачи риска в эквивалентном размере по стоимости заплатить за программу управления рисками. Себе ли заплатить, как ожидаемый риск, или при передаче риска полностью или частично заплатить третьему лицу, который эти риски готов принять. Или это способ привлечения дополнительного капитала путем секретизации, те же самые расходы и так далее. В совокупности эффективность программы может быть оценена только в момент наступления убытка. Если убыток по сценарному анализу оценен верно, вы можете соотнести, скажем, расходы, которые произошли на дополнительное финансирование, которое вы получаете на ликвидацию этого ущерба. Если этот убыток не произошел, анализ риска на следующий год по той же самой программе по сценарному анализу говорит о изменении стоимости риска для компании. Его по скорости. У нас все открыто для обсуждения на всех наших семинарах. Я уже начала сегодня с вами говорить о том, что приходите, мы открыты для обсуждения. У меня был другой короткий вопрос. Вы упомянули две программы, которые, одна называется Product Benchmark Report, а вторая называется Industry Benchmark Report. Они платные для клиентов? Нет, это внутренняя база компании. То есть вы нам их не дадите? Мы можем вам… Подешевле. Скажем так, не-не-не, это не платная история, это такой десятилетий веки… Она никакая, потому что она не дается мне марш. Да, это внутренний портал наш, но, соответственно, тот отчет, который проект делает, он, естественно, может клиенту передаваться. Понятно. То есть клиенту в этой системе не работает. Нет, ну не клиенту, нет, здесь дело в том, что здесь очень специфический, здесь такой циферный отчет получается, какие компании, какие лимиты покупают, сколько там каждый лимит, то есть по территориям, по отраслям, то есть все-то надо… Ну, то есть вопрос того, что вам это даст, просто есть открытые источники на сайте, там очень много различных отчетов, и глобальный отчет служит париста, и там по этому публикуем 100 пропущенных лук в ТЭКе, то есть есть публичная информация, которую можно почитать, а это просто цифры, когда уже ввести эту программу страхование строить, и хотите понять, там, какие компании, какие лимиты покупают. Вот так. Вера Николаевич, еще был вопрос. Да, у меня вопрос был, допустим, вы создали тему страны, которые сейчас максимально актуальны для российского рынка. Вот вопрос, вы, ну, наверное, не выяснили, а в рамках группы какой-то минимализм уделяете, в том числе, например, для клиента там мониторной стимуляции имущественного риска на пол-локации. Тем не менее, достаточно актуально, и не все видят, не все умеют, не все обладают данными системами. Вот на таком микроэкономическом, назовем это уровне, и уже глобально в рамках вот этой общей стратегии не работаем. Ну, скажем так, мы все-таки работаем с большими корпоратами, да, поэтому в России не очень актуальна история, связанная с катастрофическими рисками. У нас очень большая практика в США. Австралия, то есть это те офисы, которые находятся в зонах подверженных враганам, наводнениям и так далее. То есть там у нас это разведка, а у нас есть… То есть теоретически базы, которые можно имплементировать оттуда сюда, постоянно она не существует? Ну, естественно, там… Возможно сделать. Причем две разные локации. ТМЧСники хорошо знают этот вопрос, на самом деле. На самом деле не очень хорошо знают ТМЧСники. У них очень локальные модели. Теоретически должны стать. Теоретически, да, практически. Ну, так иначе принимают серьезные государственные решения на основании каких-то прогнозов отца. Максим, в чем право? В том, что с точки зрения, скажем так, катастрофических рисков для промышленности, российская промышленность великолепно расположена. У нас нет катастрофических землетрясений, да, в тех местах, где крупные расположены в заводе. Мы не знаем, что такое наводнение, да, скажем так, для крупных предприятий. Вот в этом смысле безусловно. Ну, Байкал достаточно критичная зона, да. Да, Невастополь тоже на промышленности. Но мы в Байкале закрыли поскольку опасно. Вот еще. А вот это дает нам возможность перейти к следующему. Я, может быть, коротенькое объявление сделаю. Я просто знаю, вот у вас сам за кафедрой МТУ Баумана, вот они очень плотно работают по этой тематике. Бунт-либов, там, грешные пожары они, честно, по-моему, делают. Если интересно, я могу просто вас... Это всегда интересно, конечно. Спасибо. Я вас донесу до РНПК. У них проблемы с российской национальной перестраховщикой. Он как раз на главном заверовании у них... Еще раз спасибо. Тем более Бауманка здесь представлена. Ну да. Широко. Жалко. Максим, спасибо огромное. Вообще меня радует, наверное, всех нас радует, что каждое выступление обсуждается, и в этом одна из целей нашего семинара, чтобы разные точки зрения не скальзывались. Следующая, Яна Кухмалева, она изменила тему выступления. Вот теперь обозначено то, что будет сегодня звучать. Риск-менеджмент в ECG управлении. Это мировой тренд ECG. Ну, внешний тренд в мире у нас вот сейчас в тренде пошло. Ну да, мы тоже начали трендиться. Пожалуйста. Сразу, пока не забыла сказать, хотела по поводу софта и анализ риск. Компания Respec, российский продукт, давно уже известный, бесплатно предоставляет доступ, неограниченное количество лицензии. Можно через меня связаться. И, в общем-то, ребята, кому надо, все зрители, кому надо, пишите письма. Я всех свяжу со всеми. Этот продукт, ну, сейчас просто новая тема, статализация. Есть такой также тренд в России. Наше государство будет финансировать развитие российских софтов, и в первую очередь приоритет будет отдаваться тем компаниям российских, которые в ВУЗы предоставляют бесплатные лицензии своих программ. Соответственно, Ризгаб понимает, что... Ну, они единственные русские на рынке, риск-менеджменты. Так что они ловят хайп, тренды, все эти. Также ECG... Ну, начну о себе вообще, чем я занимаюсь. Свою компанию я сейчас не представляю, потому что там у меня глобальный проект под цифровизацией, риски там тоже предусмотрены, но это начало пути, там еще не о чем рассказывать. Не люблю о глобальных планах, лучше о том, что делалось. В «Газпром» меня пригласили в 2014 году, когда Южный поток уже планомерно шел к концу. Когда рисками занималась компания «Иностранная Винтерсталл», ну, в наше в то время топ-менеджеры «Газпром» считали, что, ну, наши иностранцы, это серьезная компания, они знают, как рисками управлять. В итоге, но управляли так, что я не буду там деталей рассказывать, все плохо там было. Формально риск-менеджмент существовал, но по факту никакой был. И тут позвали меня в тяжелую артиллерию, говорит, давай, я свою методологию буду рисовать. А я к тому моменту, как-то у меня удачное сочетание дипломов, это вот вам на заметку, математик, системный программист, финансист и психолог. Психолог, как ни странно, в риск-менеджменте серьезную роль играет в психологии. И, собственно, да, моя методология стала там, я совместно, конечно, не сама лично писала, вместе с командой определенной, и наша методология стала стандартом «Газпрома». сейчас растражирована на все точки и успешно там применяется. также в Министерстве энергетики я руководила департаментом государственной информационной системы всего ТЭКа. То есть я посмотрела на весь ТЭК. Я, наверное, не тратите время на саморегланы. Я все веду, я лучше вот сейчас в отзывах скажу, по презентации я быстро пробегусь, не буду теорию рассказывать. Если кому-то интересно, я уже просто в МГИМО где-то выступала для студентов. Моя лекция обычно это полтора-два часа, если будет вот прям желание, меня сами ребята нашли где-то и пригласили. Так что буду очень кратко все рассказывать, не обижайтесь. Время дают, вот, в принципе, модератору очень много. Ну, злой модератор. Я обязательно. Теперь, можно на следующий слайд, пожалуйста. Что такое ESG? Ну, самые такие три столпа. Это, собственно, окружающая среда, это не просто экология, а вся среда окружающая. Это социальное направление в компании и корпоративное направление. Почему это много? Сейчас все инвесторы начали уже присматриваться не на то, какие финансовые показатели у компании, а уже как они относятся к экологии, к окружающей среде, какой вклад они полезный, какой негативный. Ну, потому что экология мы загадили, надо уж честно признать. Социальная тема тоже очень важна, и в том числе и гидридные неравенства, что радует. И, ну, соответственно, корпоративное управление никто не отменял. Риски, деньги, все это важно. В общем-то, это такой новый тренд. Риск-менеджмент – это составная часть этого направления. Тоже, ну, мы как риск-менеджеры должны ловить эту волну всегда и включаться в это дело очень быстро, потому что рискачи вообще не любят в компании. Следующий слайд, пожалуйста. Все проекты реализуются, как правило, вне сроки и вне бюджета. Это релик, это все идет у плана. Это не только в России, это во всем мире. Международная статистика. Следующий слайд. Вот теперь все-таки предпосылочки вообще. Почему вот ECG в тренде сейчас? Очень много техногенных катастроф. Следующий слайд. И посмотрите, какое-то необычное сходство такое. И природные катаклизмы. Я, конечно, допускаю, что просто раньше недостаточно было информационных ресурсов, где бы могли собирать все данные о катаклизмах, но тем не менее, скачок какой-то присутствует. И все это приводит к тому, что надо уже про экологию в ультимативном порядке корпорации составлять задуматься. Следующий слайд, пожалуйста. Очень была в свое время такая серьезная, нашумевшая история с овалью на атомной станции Фукусима. Также не буду рассказывать страсти про эту историю, но тогда люди серьезно задумывались о ситуации. Следующий слайд, пожалуйста. Но потом случился ковид. Вот тут уже вот прям, я не знаю, только слепой, плохой человек не понял, что мы не готовы были к этой ситуации. Весь мир был не готов. И вот сейчас начинается эпоха риск-менеджмента. Потому что, наконец-то, все крупные компании почувствовали на себя, как начались скачки нефтяные, цены на нефть. Можно следующий слайд? Я убьюсь, как быстро, да? Смотрят, сколько слайдов. То есть скачки цены на нефть и до сих пор рынок штормит. То же самое с газом, совсем. Но вообще нефтегаз сейчас что-то происходит такое интересное. Я так чувствую, мы в зеленую энергию окончательно уйдем. Атомные станции, а дальше пошел Акомат и следующий слайд. Ну, можно ли еще следующее? Вот это все информация, исследование. Вот мне понравилась реакция нашей страны. Только вот коронавирус случился, тут же закон федеральный, в котором очень четко прописали подходы с точки зрения определения, анализа оценки рисков. Следующий слайд. Теперь вот хочу привести интересный проект. Я за ним с удовольствием наблюдаю. Вот как раз будет история, где ECG, наверное, руководство Росатома должны учитывать этот тренд. Следующий слайд. Это при Северном острове, СМП. Да, я забыла обрегиатуру еще. Давай. Это альтернатива, собственно, Суэцкому каналу. Наша вот эта история российская, это очень имиджевая история. Этот проект должен принести нам и повышение статуса на мировой арене, и определенные деньги, конечно же. Но при этом надо очень трепетно и очень серьезно относиться к анализу рисков, к обеспечению экологической безопасности. Это все может привести, опять же, вот если Северный морской путь будет успешно реализован, это приведет к развитию региона в приорктической зоне. Это все непосредственно связано с цифрализацией обязательно. Все в цифре уже будет. То есть это не просто ледоколы там курсируют и нефть гоняют туда сюда. Все по-серьезности, конечно. Следующий слайд. А можем вопрос? У нас все, вот на предыдущей, верните, пожалуйста, там жирно выделено. Это что? Это возможно? Такого невозможно. У нас все атомные реакторы, они никогда, ни в коем случае, нигде не выбрасываются. Они отвозятся и утилизируются на специальных предприятиях. Такого в принципе быть не может. Никаких контейнеров. Это просто написано то, чего в принципе не может быть на 100%. Это в происхе штатов, я думаю. Ну да. И вот что ли? Прямо сейчас, что ли, они к нам вошли и дописали? Я же в первых штатах, я беру их. Ну то есть такого быть не может. Отлично, что это предусмотрено. Это хорошо. Очень успокаиваю. И хорошо, что мы дискутируем. Нет, ну я согласна, реально. Реально много информации, вы должны понимать, что в интернете... Кое-кто перегнул там немножко. В интернете всегда... Я сейчас дальше покажу, до чего дошли происки наших... Пять минут. Союзников, партнеров, да. Ну можно на следующий слайд. В основном сейчас Америка, я сразу начну, к чему я веду-то все. Они очень активно пытаются саблодировать этот проект. Потому что им не выгодно вообще, чтобы они на Южный потоп наш наседали, на Северный потоп в Альбах седают, через посредников. Они в них санкционно вводят, меняют все, что угодно готово сотворить, чтобы у нас с экономикой не шла в город. То же самое они сейчас пытаются сотворить с Северным морским путем. К этому там будет одна картинка. Но действительно, что важно сейчас на этом проекте учесть, что если вдруг, например, у компании «Газпромнефть», у которой там есть добычная станция приразломная, вдруг случится авария, разрыв нефти, допустим, как в Мексиканском заливе это произошло, можно вот в следующем слайде показать. Вот это в Мексиканском заливе произошло, шуму было ого-го. Ну то есть катастрофическая авария, но надо понимать, что это теплые страны, да, теплые места, где нефть может еще и разлагаться, ну и вообще собирать ее там вполне себе можно. Если говорить об арктической зоне, о ледниках, до сих пор не научились собирать нефть с ледников. Нет такой технологии. Плюс в этой зоне вечной мерзлоты она будет лежать там и никуда не денется. И если... Там же давление совершенно разное. Если как-то там заливе, преразвивание, ничего не будет. А если... Там такого в принципе быть не будет. Ну... Давление разное. Авария может произойти? Танкер, ладно, пусть танкер залез. Не преразвивание, хорошо. Танкер может? Может. Развиться, да? Может. Если уже с Норильской-то дотекло. Суть в том, что если что-то подобное, я уж не технарю в плане нефти, да, произойдет, то это будет очень интересно для Соединенных Штатов Америки, чтобы обрезать нам весь проект, вменить очередные санкции или что-то еще они придумают. Ну, начнут саботировать. Все эти вещи надо обязательно учитывать. Следующий слайд. Вот что сейчас. В открытых источниках компании многие выступают против этого проекта. Считаю, что они не будут пользоваться этим транзитным путем, потому что, я думаю, наши суда будут загрязнять эти территориальные воды. Но понятно, что это все большая политика, большая игра. Я уже должна закончить, да? Давайте, давайте, вот, следующий слайд, я тут очень быстро. Почему психология в рисках важна? В 2002 году Каннерман получил Нобелевскую премию, написал работу по психологии, а получил в области экономики. Доказал, что вся экономика иррациональна. Когда эксперты пытаются определить вероятность третийского величного ущерба, они часто очень заблуждаются, они попадают в такие когнитивные ловушки. И, ну, я некоторые перечислила. Когда мы пытались понять, как же от этих ловушек уходить, применили официальную конкордацию к Энгл. Вообще, математика классная вещь такая, у тебя в ней разбираются глубоко. Это моя идея была. Такой некий фильтр для того, чтобы весь этот вот сумбур, который эксперты генерят, как-то отфильтровать, а сходятся вообще они во мнениях или нет. И помогло, действительно, первое время все риски мнения экспертов вообще расходились. Так мы третий энергопакет правовой и южный поток закрылся. Следующий слайд, пожалуйста. Яна, минутка. Есть, в общем-то, два пути, как определить вероятность. Вот то, о чем начинал говорить на стартуре Максим. В общем, можно экспертно. Там, да, когнитивные ловушки. Я все время думала, ну, все, надо уходить как-то от этой темы, надо в большие данные уходить. Они растут, биггаты развиваются, и вроде как нам туда. И думала, что в этом спасение. Там действительно будет статистика крутая, и все будет у нас отлично. Это панацея. Но когда я действительно руководила вот этим огромным проектом платформа по сбору и обработке данных, я поняла, что очистить их, ну, их собрать-то нереально с компанией. Тот же «Газпром» активно сопротивляется и не хочет давать эти данные. Не говоря уже, сделайте эти данные релевантными, то есть они грязные. Кто во что гораст, каждый приукрашает, меняет цифры. И пользоваться такой статистикой действительно невозможно. Дальше следующий слайд. Буду закругляться. И еще следующий. И дальше. Вот попытка на тему, как очистить данные, то вот закон Бенфорда, можно поэкспериментировать на эту тему. Это опять поиски в математических всяких вещах. Следующий слайд. Но мне кажется, все равно, вот до чистых данных мы еще не скоро зайдем. Возможно, когда блокчейн-технологии разовьются сейчас, это из области фантастики. Я извиняюсь, мы уже ушли так глубоко в математику. Может быть, люди почитают презентацию. Мы только поправим про захоронение, а все остальное. Да. Делим широкий пользу. На тему качественного количества на анализах. Сейчас некоторые лист-менеджеры спорят по этому поводу. Некоторые деятели в этой области считают, что количественный анализ – это залог успеха. Я скажу, почему. Он выглядит очень наукообразно. Когда любой топ-менеджер видит эти красивые картинки, станет депрессором для руководителя проекта. Он считает, что, ну, наверное, там все круто посчитано. Только эти деятели, они не говорят о том, что входными данными в эту модель, в Монте-Карло, например, являлись все те же субъективные оценки экспертов. Или нерелевантная статистика. И на выходе будет непонятно что, но точно не крутая качественная оценка. Так что, от того, что она сложна, суть не меняется. Мы получаем на выходе и едем. Следующий слайд. Я, наверное, уже практически все. Монте-Карло не работает. В данном контексте, сразу скажу, есть куча ограничений. Этот метод сам по себе хорош, но не в теме рисков и не на данном уровне зрелости. Компания, как я уже сказала, предлагает бесплатные лицензии. Риск-менеджмент автоматизированный, именно автоматизированный риск-менеджмент работает. Во всех компаниях сейчас он иксель-дор. К чему мы сейчас стремимся, это оцифровать риск-менеджмент. Это важный элемент, когда получаться будет уже агрегировать информацию по риску, делать эти выгоды. Это, возможно, вы и будете делать. В будущем, если вас не интересует. И можно уже подключить. А, ну там в конце, вот, предпоследние слайды. Можно ли? Есть разные типы. Ну, Яна, вы бы точно не умеете. Мы не доберемся до него. Порестово. А, вот это слайд. Да, это, на этом как раз можно. Можно последний хотя бы? Про киберриски я скажу очень коротко. Сейчас все уже понимают, что в век цифровизации тотальный надо не забывать о том, что есть еще одна сфера, помимо денежной составляющей в риск-менеджменте. Это киберриски, киберукрозы. И что касается фланговых компьютеров, это отдельный блок темы, я коротко скажу. Они, с одной стороны, очень крутые, на них возлагают надежды, потому что они будут делать супер-аналитику очень быстро, но они с той же скоростью моментально будут взламывать любые ключи, коды. Ну, в общем, любую систему можно будет взломать с помощью флангового компьютера. И можно уже сейчас себе закладывать в клан по образованию способы предотвращения кибератак с помощью фланговых компьютеров. Такие способы тоже уже в теории прорабатываются. То есть если вы будете кибербезопасником, например, риск-менеджером, и еще и со знанием квантовых технологий, вот это будет вообще просто супер-уровень и очень перспективный. Спасибо большое. Извиняюсь. Спасибо огромное. Слово сказать, мы недавно в рамках Росриска создали рабочую группу по кибер-рискам, и вот как недалее, как послезавтра, будет вебинар. Можете ссылку посмотреть на нашем сайте по кибер-рискам и информационной безопасности. Студенты могут? Конечно. Можно вопрос? Да, пожалуйста. Я плачу. Значит, у меня там Цветлова Елена Ивановна, я предодаю в этом уважаемом учебном заведении на холестере у капитального времени. У меня такой вопрос, он может покажется вам примитивным, но что-то я не смогу понять. Вы за количественные методы оценки риска или нет? Мне показалось, что сначала вы рассказывали о привычках такой оценки, а потом сказали, что это ерунда. Нет, нет, нет. Есть даже казали. Я считаю, что очень важно. Я не отношусь плохо к самому методу. Он не работает к качественному анализу. Но он не работает, если входные данные плохие. А хороших мы пока что на практике не видим. И способ получения. Можно я еще разобрать? На самом деле, я очень была рада, когда Максим озвучил свою градацию по рискам, которые марс повлияет. Марш. Вот. И я действительно готова поддержать. Имея больше, чем в системе управления рисками различными, я могу сказать, что действительно количественная оценка рисков, она работает только в очень коротком перспективе. Вот, когда мы берем риск, который необходимо оценить, ну, на горизонте, ну, может, меньше месяца. Даже меньше. Когда мы говорим о количественной оценке рисков, скажем, ценовых каких-то, да, изменения там, сына на нефть, цены на продукты какие-то, на зерно и так далее, на валютные риски. Вот здесь вообще имеет смысл оценивать риски в горизонте только максимум одного дня. Потому что те данные, которые вы вводите в систему для оценки глобально, там, на месяц, на полгода, на год тем более, они не работают. Когда мы используем количественный оценок рисков для моделирования то же ЭБТ или КШКО компании на перспективу год, а то и там три года, поверьте мне, это вообще будут данные, которые ничего общего не будут иметь с тем, что мы принимаем на входе. Поэтому здесь можно говорить о том, что да, для определенных ситуаций количественных оценок работы, для более дальних каких-то горизонтов лучше все-таки используют качественные оценки. Я продолжу свой вопрос. Спасибо большое. Значит, я так поняла, что в главном препятствии, по мнению вашего, уважаемого особого охлаждения, в главном препятствии вы не являете некорректность выходных данных. Да? Правильно? Нет, не совсем так. Я, например, не согласна с тем, что это только некорректность выходных данных. Я имею в виду, я имею в виду о том, что мы принимаем в подходе некие константы, которые на самом деле константами не являются к этому модели. И ограниченность методов, Люмина. Я все понимаю, я хочу выяснить это из себя. Значит, во-первых, или не во-первых, у меня выглядела как по-первых, некорректность, не чистота данных, которые при аппроксимации в будущее дают какой-то бред, потому что будущее совершенно не похоже на космос. То есть так, вы говорите, что еще есть масса факторов, которые мы должны принимать как константы, но которые не константы, а учесть их, имея предыдущий опыт, не представляется возможным. Не говоря уже о том, что большим препятствием этих методов является и сложность, можно я повторюсь скажу? Давайте. Коллеги, извините, как модератор, вмешиваюсь в вашу бурную дискуссию. Я согласен. Вмешательство связано с тем, что у нас ограничено время. Да, к сожалению. Поэтому я предлагаю в рабочем порядке обсудить. Да, умным женщинам в рабочем порядке обсудить в любую проблевочку. И оно потом пошло, потому что мы не успеем... У нас еще три выступления, и, к сожалению, мы... Извините, что я злоупотребила. Жестко, не жестоко, жестко. На самом деле, характер дискуссии говорит о том, что вам понадобится еще минут 25 для того, чтобы вы найдете контакт. Можно я вас успокою? В моем докладе я об этом скажу в несколько другом ключе. Спасибо, Николай. Вот как раз поговорим о очень таком перспективном и уже актуальном событии или ситуации, в которой мы живем. Искусственный интеллект, который внедряется в нашу жизнь нагло и активно. И вот наши коллеги из МЧС и Энергогаранта как раз нам попытаются нас, может быть, успокоить, а может, наоборот, напрячь по поводу рисков применения систем искусственного интеллекта. Я представляю Дмитрия Муна, который работает в МЧС России и является соавтором нескольких книг по рискам человеческого фактора и давно занимается этим со своими коллегами. Пожалуйста, Дмитрий. И, Павел Владимирович, благодарю за возможность выступить Дмитрия Евгеньевна. Для меня вход в профессию риск-менеджмент начался в 2002 году с этих стен. Правда, это был другой корпус, когда я отучил школу с страховым бизнесом. И мы получили квалификацию с дипломом у меня написано риск-менеджментом. Поэтому, знаете, очень приятно, что у меня есть такая возможность в данном случае выступать. Я буду выступать как независимый эксперт, потому что это очень важно. коллеги обратились ко мне с возможностью подумать и обрисовать риск-менеджмент системы искусственного интеллекта. Мы написали статью, которая находится в открытом доступе, она выложена на сайте газеты «Помсомольская правда». И у нас на сайте. Мой коллега из моей расскажет в целом о искусственном интеллекте и его возможности потенциала. То есть он будет рассказывать про хорошее. Я буду рассказывать про покои, я буду вас ругать. Скорее всего, мы не можем с этой заявлением на этот спектакль «Помсомольская правда». Тем не менее, как раз, когда я буду рассказывать сегодня про обслуживающую систему в которой относятся к искусственному интеллекту, я как раз буду в том числе использовать свой шахмат-нобот, потому что, как ни странно, шахмат-нобот я непосредственно не просто как консультант в каких-то вещах, как иногда в руководстве, продукт-полнер принимал участие, принимаемый в сих пор участие в таких проектах. Следующий. Для того, чтобы обслуживающую систему рассказать и понять какие-то миссии, надо буквально вкратце понять вообще, откуда взялась, что это такое, с чего все началось. Как у любой сложной системы искусственного интеллекта есть свои истоки, первоисточники, когда люди с философской точки зрения об этом думают, это всегда укрепляет. Хорошо, смысления происходят достаточно долго, многие думали, как же устроен наш мозг, это все происходило достаточно долго-долго-долго, и потом эти знания были накоплены, и начались, наконец-то, тематические реализации, которые позволили всем нам сейчас об этом говорить уже полный голос, случайно эта тема попала и сюда тоже. Итак, буквально, как по векам, которые были, философскую часть мы оставим, я думаю, что все у нас после философии изучали, хочу обратить внимание, что появилось понятие нейронная сеть, которая на самом деле сейчас лежит в основе искусственного интеллекта, и предложила первое такое получение. Это у нас середина прошлого века. Важный также момент, например, совпадение в одно и то же время, всем известный ученый, да, Алан Тюринг, предложил тест, тот самый тест, который позволяет понять, насколько машина умеет отвечать критериям разумности, и потом уже пошли непосредственно разработки, которые по большому счету вели в основу сегодняшнего искусственного интеллекта и том, как, собственно, сейчас все развивается. У нас появился на слове перцептрон, здесь непосредственно это связано с именем ученого разумблата, появилась возможность решать первые задачи классификации, но на тот момент времени были достаточно ограниченные, скажем так, учительные мощности, и на долгое время, ну, наверное, сравнение с развитием, потерянный интерес к этой теме, но в 74-м году два ученых пролива занимались, наши ученые Галушкин и Вербос нашли так называемый обратный распространенный ошибки, который влёк в основу учения иронной сети, и, собственно говоря, после этого произошел существенный интерес к этому. Ну, а сейчас, когда появились вычислительные мощности, соответствующие, собственно говоря, вот в 77-м году, произошел еще один скачок, и у нас алгоритм глубокого облучения многословных нейронных сетей, и после этого у нас создали системы искусственного интеллекта, именно базирующиеся вот на этих базовых вехах, которые я перечислил, сейчас стали решаться практически задачи, например, распознаются язык. Ну и давайте посмотрим. Как же работает система искусственного интеллекта, какая есть общая принципиальная схема, и вообще, какая решается задача? Задача решается очень простая. В наших главах есть мозг, который умеет творить, генилировать мысли и так далее. По большому счету искусственный интеллект это программная реализация работы человеческого мозга. Здесь показана такая самая-самая упрощенная система, разумеется. Кстати, обращаю внимание, что по разным оценкам это 90 миллиардов нейронов и регион синапсов это связи между нейронами, поэтому, собственно говоря, и здесь, и вообще, в принципе, на Земле нет совершенно одинаковых людей, потому что разные, потому что такое количество связей, что выставить у нас должно огромное количество быть людей, и тогда попадутся, наверное, может быть, совсем чуть похоже. Хочу обратить внимание на эту принципиальную схему. Здесь, в этой схеме, на что хочу обратить внимание? У нас есть блок в одных данных, мы их видим на земле, мы отмечены, потом есть слой внутренний, и, кстати, может быть несколько, но и, соответственно, полезная информация, которая получается наук. Интересные вещи и принципиальные отличия нейронной сети от, например, экспертной системы, или от, в том примере Шахма также рассказали, от экспертной системы. Здесь важно что? Здесь важно то, что мы знаем, как сеть обучать, мы знаем, какой она дает результат, но мы не знаем, как это повторить. То есть как такового алгоритма, то есть есть алгоритмы обучения, но этот алгоритм нельзя пройти. И это очень хорошо пересекается с тем, как воспитывается человек. То есть человек получает каждое свое воспитание, идет каким-то своим жизненным путем. Точно так же, точно так же реализуется технология обучения нейронной сети, ну и, собственно говоря, создания того самого инфектора. Мы понимаем, что мы получаем на выходе, и мы знаем, когда учимся, но мы не можем повторить точно такой же путь, как не может повторить одинаковый путь, каждый из нас дадут вашу свою жизнь и проконтролировать его. А, извините, исходные данные, вы понимаете, это как бы человеческая жизнь, в каждой разном, каждой индивидуальной опыте. Соответственно, вопрос входных данных, это вопрос первого проблем, на котором формируют нейронную сеть. да, давайте. Вот, здесь, на этом слайде, сейчас я не буду, я думаю, что многие вообще открытые источники понимают, да, например, системы искусственного интеллекта, здесь я немножко с другой стороны это посмотрел, я посмотрел на эту проблему с точки зрения массовых использований. Когда мы начинаем использовать в массе, то, собственно говоря, все понимают, что это, ну, уже становится, скажем так, совсем антармит. Так вот, если мы говорим про большие массивы информации, которые можно обрабатывать с помощью искусственного интеллекта и нейронных сетей, это наше самое ближайшее будущее. То есть, в горизонте 3-7 лет любой человек может себе сконфигурировать нужную ему нейронную сеть для решения какой-то повседневной задачи. Когда я буквально только закончил мои, там, два года, как раз я работал над диссертацией, мы занимались тем, что обрабатывали данные по результатам матча в НХЛ и, собственно говоря, с помощью нейронных сетей получали нужные вероятности и, собственно говоря, обогатились, зарабатывали. Обогатились? Ну да, сразу вот так вот. Потом второе, 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 мы как компонент уехали во Францию, да, он занимался вертолетами, уехал во Францию, на канале работал, ну и как-то после этого стало уже интересно, другие появились дела. Вот, ну это такое было как бы легкое развлечение. То есть, в седьмом году мы этим развлекались, сейчас, по большому счету, это было достаточно сложно. Сейчас, я думаю, что в горизонте 3-7 лет с массивами цифровых данных о том, совершенно спокойный любой человек, как создание гордовского документа, создание презентации, мы сможем контролировать эти нервные сети. Намного сложнее дело встает на направлении, ну как бы конкретно, вот, имитации, человеческих форм, на счету я здесь перечислил. Ну, самый простой, например, это видеоизображение, да, работа с видеоизображением и переводом в полезные компьютерные коды, это сложная задача, то есть, ее не так просто решить. И здесь для массового использования я отвожу намного больше горизонтов, 7-20 лет, и, ну, там, классический пример, который сейчас все знают, такси без водителя, уже, в принципе, реализованы, но не в массе, да, и это такая сложная задача, которая решает. Здесь я бы хотел сказать буквально в двух словах про то, что шахматы, как ни странно, это тоже используется, и как раз одним из таких продуктов, который называется IT-CHEST, там я являюсь продуктов-оуэром, то есть, я непосредственно владею, это эволюционный проект, и это что из себя представляет этот продукт? Этот продукт очень простой. Есть обычные деревянные шахматы, которые вы все знаете, есть доска, есть телефон с мобильным приложением, он включается, ставится на доску, направляется на доску, и после каждого сделанного хода мы получаем шахматную эмотацию сразу, прижимом онлайн. Вот что такое обработка прижима онлайна в виде изображения. Вот это для шахмата это как вот такая сверхэмотационная задача, но аналог на такой задачи как раз так себе звонить, это вот то же самое. Эти нейронные сети в массовое использование на мой взгляд войдут через 7-20 лет не раньше. Там действительно это сложная задача, и вот только по шахматам то, что я вам сказал, эта задача решается уже три года, хотя, к большому счету, мы уже перешли в массовое. То есть, мы уже пользователи в массовом потреблении, то есть, мы преодолели мир, охран, и перешли уже к серии, то есть, мы понимаем, что все работает, и распознается хорошей скоростью. Итак, обычные массивы данных 3-7 лет, массивы данных связаны с видеоизображением и так далее. Работа с ними с помощью искусственного интеллекта это в массовом использовании это 7-20 лет. Давайте дальше. Значит, теперь, собственно говоря, мы понимаем, что такое искусственный интеллект, каким образом он может проявить себя в материальном мире. Здесь, ну, здесь никакой фантастики нет, мы понимаем с вами прекрасно, что такое робот. Если мы туда вставляем нечто похожее на мозг, то вот, собственно говоря, искусственный интеллект появился в материальном мире. Вот сейчас у нас робот простой, он ничего, собственно говоря, плохого сделать не может, ну и по большому счету он решает такую локальную задачу, потому что мы понимаем, что мы пока не можем передать ему все знания, которые есть. Кибер-кет, это еще более сложная, да, это у нас био-робот, да, это еще более сложная вещь. Понятно, что там искусственный интеллект может тоже каким-то образом проявиться, ну и, собственно говоря, скорее всего будет использоваться. А вот что касается самого человека, а вот не получится ли так, что искусственный интеллект проявит нас самих? Мы все прекрасно понимаем, и здесь собравшись сидят. Я думаю, что если мы постоянно смотрим в телефон, да, если мы зайдем в метро и зайдем в маг-вагон метро, посмотрим на тех, кто там находится, ну, наверное, 95% будут смотреть, что там именно. И это как раз и есть тот самый путь, по которому даже быстрее, чем роботы и киборги, к нам может попасть искусственный интеллект. Куда? Такой риск. Давайте дальше. Куда попасть? В наш мозг. В наш мозг. Приведу простой пример. Давайте, у меня ребенок, ему 4 года, да, я пытаюсь это контролировать, но не так просто сделать, по-самбрею. Потому что, так или иначе, все равно устройство в руки ему попадает. И будучи еще, как бы, в 4 года не совсем разумным детем, он начинает что-то там делать. Ну, и важно понимать, почему руководство на это все происходит. Все-таки давайте один вопрос и пойдем дальше. Это не искусственный интеллект. Если ребенку попалась плохая книжка в детстве, и она системно ему попадалась в глубоком детстве, это приблизительно то же самое, масштаб другой, но это не искусственный интеллект, в моем понимании. Он не генерирует, как вы говорите, он не генерирует разумных, не то чтобы даже разумных последствий, он не генерирует самостоятельного мышления. Вот как. Дело в том, которое руководит действие в пользу данных. Да, как смотрят, они же не знают, в каком алгоритме телефон с ребенком в самодействии. Абсолютно. Это как раз есть тот самый черный, это самое страшное, что может быть, если бы я точно знал, что, ага, вот здесь вот, дядя Вася информацию сообщил ему телефон, вырвал, нет, я попробовал пояснить, что говоришь коллегам, это когда интеллект естественный заменится интеллектом искусственным. То есть, вот, например, я раньше ездил, у меня была карта, сейчас я смотрю губегатор. Иногда он дает мне какие-то абсурдные маршруты, мне уже приедет, прежде чем, понимаете, напрягаться, я уже пошел по пути, который он мне выложил. Иногда я думаю, иногда нет, соответственно, вот этот обмен, и есть вот, вот этот вот рисковый ключевой. Тоже длинная дискуссия, сделаем специальное обсуждение. Ваш вопрос породил наш ответ. Вы, собственно, это следующий вопрос. Я уже, то есть, вы становитесь просто биологическим механизмом, который вот искусственный интеллект фунт просто физически выполняет. Это значит, что искусственный интеллект вот проник, он сказал вам, встань, подпрыгни, понимаете, ну вот тик-тук, вот посмотрите, вот как вы сделали, в том числе это отношение к интеллекту в этом вопросе. Да-да-да. Ничего страшного в этом нет. Например, там, страховатый гарант, мы спознаем паспорт, то есть это распознавание про фотографии, ну, привод в текстовые данные, замесение в единую базу данных. Это, конечно же, очень удобно, нужно использовать для этого человека, ну, это логично. То же самое относится к СИНИЛСу, правам, ПТСу, СТСу и так далее, да. Вот. Здесь все хорошо. И, конечно же, в этой ситуации система искусственного интеллекта это, конечно же, эффективные наши помощники. И, более того, так как у нас система искусственного интеллекта вне заложена алгоритм самостоятельного обучения, то есть она может учиться на новом данном, становиться все лучше и лучше, то есть он постоянно совершен. И рано или поздно этот ученик станет лучшим в предметной области. Кстати говоря, на шахтах есть замечательный пример. Гугл-компания реализовала из нейронную сеть Альфа-Зера, называется, да. И Альфа-Зера, играя с компьютерами, то есть она, в нее были введены только правила игры. И дальше она получалась сама. Так вот, Альфа-Зера за короткое время стал играть сильнее, чем чемпион мира. И самое интересное, что чемпион мира, будучи современным человеком, он смог понять, что ему нужно учиться, и у кого-то у кого чемпион мира пошел учиться. Ну, у себя, да, получается. Он начал учиться у нейронной сети Альфа-Зера. Это не шутка, это правда. Поэтому, и так, это такой хороший ученик, который лучше все равно брать, а на него лучше всех станет. Какую я вижу опасность, с которой я хотел с вами поделиться, и, может быть, мы потом об этом подумаем после своего выступления, после своего выступления. Смотрите, это тоже не у меня лучшая фантастика, ничего. Есть системы искусственного интеллекта, в которой практически способны обучаться у других системы искусственного интеллекта без участия человека. То есть, по сути, у нас есть отличные ученики, которые выполняют задачи, их со временем становится все больше и больше. Если создастся такая сеть, которая ничего не знает, начнет учиться только у них, то есть, это такой маленький ребенок, который начнет развиваться и учиться у лучших, к чему в итоге это приведет? Соответственно, на мой взгляд, вот это направление как раз должно очень серьезно защищаться и требует такого уровня безопасности, как, собственно, для меня сейчас в контроле ядерного оружия. Спасибо большое. Подождите, проходите, я только от себя хотел добавить, есть маленькие риски искусственного интеллекта от того, что неправильно дали маршрут, дали человека по залу удовольствия навигатора, и крупные риски искусственного интеллекта это уничтожение человеческой цивилизации, но в этом я говорить не буду, здесь недостаточно времени, но риск такой существует, безусловно, потому что первое, во что, кто больше всего вкладывается и кто быстрее всего, скажем так, начинает воплощать любые технические разработки в жизнь, это милитарь, то есть это военный. Понятно, что сейчас уже есть устройство с искусственным интеллектом, например, Турция производит дроны, которые уже автоматически признаны распознавать труд в рак и наносить удар. То есть мы обошли вот этого Азимова, о том, что принимать роботы не должны приносить капликнущики, как это, потому что есть система эффективного рамка и перехвата сигнала, уже сделали как автономно, первое, как еще, второе. Без слов, вы знаете, что в системах раннего оповещения с тех пор, когда к середине уже 50-х годов достаточно две сферы лежат в США нарастили ядерный запас, существует риск, ну, действительно, третьей главной ядерной войны было в мире четыре сбоя, четыре компьютерные сбоя, достаточно сильные. Они много описаны в том числе в нашей книге. Я сейчас на этом останавливаюсь, безусловно, это риски, а в случае зрения коммерциализации, вот, если вы хотите мое видение, я могу уделить, но только с учетом глобальности этой темы, двумя направлениями. Первое, это коммерциализация, в первую очередь, транспорта, да, вот, если раньше были, как сказать, на автозаводных конвейеры, там были люди, постепенно их заменили роботы. Роботы, машины, они как-то управляются, и это уже все, это уже тренд. Есть действительно в Сибири заводы, на которых еще стоят люди, но, действительно, это все равно идет, потому что выгодный бизнес складывается. Второе, это железнодорожный транспорт, его проще всего, понимаете, создать вот эти искусственные пилоты, они действуют, например, как терминал Шереметьево АВН, уже все спокойно садятся, даже невзирая на то, что там никого нет, куда-то ездят, нормально. Третий вот момент, про который рассказал коллега, это автомобильный транспорт. Здесь, как бы, намного сложнее задача, но, тем не менее, а главный риск какой? Вот, например, риск для меня, который учился водить автомобиль в свое время и вводит, получает удовольствие, это в том, что через какое-то время, с точки зрения безопасности, людям запретят водить автомобиль, потому что, а, вот сейчас, в 2021 году, уже пока появится первая такси-ироктизированная полностью, и главная задача 200 человек без фунта, в фунт бы, да, постепенно, как бы, компания, почему это выгодно, потому что все равно, даже дешевая рабочая сила, если республика в Средней Азии, все равно, понимаете, имеет слишком большие риски, которые необходимы, они живут в этих машинах, едят, в них спят, они проводят по 15 часов за рулем, вы понимаете, большинство аварии, уже сейчас, как раз-таки, сделаны вот этим, всевозможные такси, производители будут в это вкладываться, это станет эскадерпельским, соответственно, риск многоганитарным, да, действительно, в мире 1,25 миллиона человек ежегодно гибнет в аварии, три основных причины, весьма житель, понимаете, превышение скоростного режима и употребление алкоголя или психотропа или наркотических средств вылив, если бы люди исключили, ну, эти составляющие, да, количество аварий меньше в разы, и можно было бы немножко оттянуть приход вот этого искусственного интеллекта, который будет управлять автомобиль, тем не менее, все равно это не избежит. И последнее, вот самое, такая вот, топиковая в транспорте как составляющая, это авиаперемозки. Вы знаете, что 95% времени сейчас капитан воздушного судна, а также вот второй, который сидит в основном, первого, они проводят, просто смотря за тем, как управлять автопилотом. То есть он просто объявил, что, уважаемые граждане, волнуетесь, мы по поводу, гарантируют, после этого выявил, он нам все включил, автопилот даже садится сейчас. Соответственно, вот я рассказывал конкретный случай. В 2019 году, 5 мая, советский, вот, российский авиалайд, поднимался в воздух, примерно на 30-й минуте у него по каким-то техническим причин отключился автопилот. Самолет был исправен. Понимаете, фактически человек сейчас сидит на подстраховке вот машины, которая должна довестись, да, то есть вот эта неросия должна обучиться до такой степени, что вот авиационный авиаперемозки тоже станут поддруги. Человек не справился. У него был исправен самолет, у него даже была ну практически постоянно связь с землей, да, это были как бы благоприятные климатические условия, но посадить самолет он не смог, в результате 41 человек погиб, 30 человек, соответственно, выжили, а он попытался одно средство применить, это уже определить его конечную вину в суд, но тем не менее про официальную версию такая, что самолет был исправен, человек не смог посадить. И вот именно релизный промежуточный период, пока искусственный интеллект уже окончательно не возьмет ряд коммерческих сфер, я вот говорился вот раз военную сферу мы будем действительно разбирать это слишком серьезно глубоко. Как раз таки сопричастливаем, что мы живем в плане переходный период, и вот этот переходный период, так или иначе, понимаете, мы пешеходы, мы не знаем, вот сейчас подъезжает вот машина, она только управляет человеком или искусственным интеллектом, хорошо ли это или плохо. Соответственно, мы не знаем, но как бы действительно насколько пилот, который сейчас на подстраховке автопилот в самолете подготовлен в плане того, чтобы устраховать автопилот на случай, если он отключится. И, к сожалению, пока вот не наберется вот это вот обучение, мы находимся в зоне риска, но тем не менее я желаю всем доброго здравия, это не повод фугаса прогресса, спасибо за внимание. Спасибо большое. Конечно, я сейчас еще раз подумал, что эта тема заслуживает отдельного, такого детального рассмотрения, поэтому подумаем вместе, как это сделать. Да, спасибо. Я с удовольствием слово предоставляю Николая Николаенко, который предстоит корпорацию Росатом, вот с таким рефреном предупрежден, значит, вооружен. В первую очередь, я скажу спасибо Виктории, которая вышла из стола и всем разрешила тоже, можно сказать, была первым сроком, потому что я тоже люблю жестикулировать, самая на лица в голоса. К сожалению, всем в голоса в другую сторону экрана я не смогу посмотреть, но тем не менее буду иногда обращаться. Давайте следующий файл. Ну, следующий файл. Я представляю здесь корпорацию Росатом, государственную корпорацию Росатом. Я думаю, многие ее знают, так как, в принципе, ВУЗ международной корпорации, международной и на самом показателе тогда я не буду рассказывать. Я понимаю, что с одной стороны это интересно, с другой стороны мне остается времени. Я понимаю, перейти сразу к слайду. Спасибо, благодарю за то, что пригласили. Но я пробиваю чуть-чуть послать. Так, ну, смотрите, гос-рапорация Росатом, она обладает полным циклом технологий от добычи урана, конверсии, производства и фабрикации топлива, производства и оборудования, проектирования, инжиниринг и сооружения атомных станций, эксплуатации и сервис-станций и, конечно же, утилизация топлива. Плюс есть новые направления, реакторная медицина, пациентное облучение, исследовательские реакторы, изотопная продукция, также мы занимаемся прикладной наукой и, конечно же, атомный ледокольный флот, о котором уже говорил коллега. У нас все несколько по-другому. Информация в интернете, скажу так, зачастую, ну, вы прекрасно знаете, что такое интернет, кто-то его называет кладезем доплеинформации, кто-то, простите, помойкой, вот, поэтому грамотно выбирать информацию, это тоже очень важно, и искусственный интеллект это может помочь, там, фильтровать, ну, наверное, тоже здесь я не буду говорить, что скажу только, что действительно Росатом является вторым по объему оператором мировой атомной энергетики, по объему установленной мощности. Следующий слайд. достаточно масштабная база реализованных проектов, причем проекты строительства атомных станций, сами понимаете, какое количество зданий, сооружений гидротехнических в том числе там производится, вот Росатом построил 106 блоков, из которых 80, это АС, ВР, это наши технологии. Следующий слайд. Ну, как присутствие тоже понятно, что практически по всему миру атомные станции строятся по проектам и силами госпорпорации Росатом. Также, да, Росатом является единственной компанией, которая реализует серийное строительство АС по всему миру. Вы можете увидеть, ну, потом посмотрите, да, что практически все, ну, многие страны, Европа, да, можно сказать, что. Теперь, собственно, об управлении рисками, то, ради чего мы сегодня собрались. На самом деле, антикризисное управление, да, это решение проблем по факту их уже наступления, когда уже там случился пожар, и мы должны компенсировать какие-то последствия. А риск-менеджмент это, вот, недаром у нас был слоган в начале презентации, название «Предупрежден, значит, вооружен». или знал бы, где упадут, соломки бы подстелил. Вот. Собственно, этим мы и занимаемся. То есть, предотвращаем проблемы, смягчаем последствия и учитываем возможности. Следующий слайд. Говоря о системе управления рисками, надо сказать, что это не какой-то отдельный процесс, от чего-то там обособленный, что я потом ушла, я как раз хотел сказать в сторону КПЭ, потому что иногда отдельного КПЭ устанавливать не надо. Вот у нас, например, есть КПЭ, кэшфлоу, у нас он там называется скорректированный денежный поток. И уже там просто у нас в скорректированном денежном потоке, который устанавливается абсолютно к каждому работнику корпорации, уже там учтено, он уже посчитан с учетом риска. И поэтому устанавливать отдельный КПЭ по риску не в необходимости. Вот. И здесь мы говорим о том, что анализ рисков у нас проводится и в документах стратегического управления. На самом деле я в Росатоме 17 лет. Вот сначала я начинал во внешнеэкономической компании, которая занималась внешнеэкономической деятельностью, потом уже перешел в госторг и в риски я перешел 5 лет назад. До этого я всегда работал в блоке стратегии. Вот. И в какой-то момент говоря о том, что если сверху нет понимания от руководителя, что рисками надо управлять, то действительно система никогда не полетит. Вот. У нас тогда был генеральным директором Сергей Леонидович Ильенко. Вот. Это человек, ну, не знаю, я его всегда считал и считаю, да, человеком с огромными аналитическими способностями с мегамозгом. Вот. И он тогда сразу сказал, а давайте мы будем, ну, у нас была система не самая идеальная, вот, и он предложил начать со стратегических рисков. Вот. Собственно, поэтому блок стратегии занялся управлением рисков. Но выстраивание системы по-другому. Перезагрузка системы. Поэтому, да, у нас появилось выделено, на самом деле управление рисками, оно есть у каждого, то есть каждый в своей деятельности, ну, вот, каждый раз куда-то мы идем, мы смотрим на часы, планируем это все управление рисками. И также, в принципе, Росатом, как компания, для которой там безопасность является приоритетом, конечно же, всегда управляло рисками, на интуитивном уровне. Например, да, у нас есть один замечательный первый заместитель генерального, мы когда к нему пришли, мы же должны были обойти и всех топ-менеджеров рассказать, чем будет полезна система. Мы приходим и говорим, мы будем делать это, 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 считать, вот тут мы там такие карты, здесь Монте-Карло, здесь еще что-то. Он говорит, ну, что вы тут? Вы пришли ко мне, рассказываете, как играть на пианино, да, на фортепиано, на рояле, вот, а я и так умею, у меня отличный слух, вы, я сейчас начну вот по вашим бумажкам делать и все, я собьюсь. Мы говорим, да, но это вы, у вас отличный слух, это вы умеете играть, это вы чувствуете, и потом, когда я буду говорить про Монте-Карло и про экспертов, у нас эти люди являются главными экспертом, которые смотрят всю экспертизу перед загрузкой в Монте-Карло, и они отвечают за эти цифры, они их верифицируют, но есть большое количество работников, огромное количество работников, которые этого не умеют, которые не то, чтобы на интуитивном уровне это чувствуют, а которым нужны все эти карточки, чек-листы для того, чтобы они начали думать об управлении рисками и развивать свою культуру. Ну, в общем, да, во все процессы, стратегическое управление, бизнес-планирование, бюджетирование, проект строительства АЭС, управление инвестициями, казначейство, форб финансы, ну, в общем, со всеми, со всеми функциями мы долго, упорно взаимодействовали и взаимодействовали. Следующий слайд. Ну, собственно, да, такая ключевая картинка. Это то, что мы действительно занимаемся, это полноценный идентификант, не мы, а вот вся вот корпорация Росатома выстроилась так, что занимаются каждой идентификацией рисков, оценкой рисков, контролем, мониторингом, разработкой мероприятий, это обязательно. Ну, и, конечно же, выстраивается, в последние годы выстроилась соответствующая организационно-функциональная стандартная стандартная стандартная. Что-то нет передачи-то риска. Передачи-то риска что-то. Передачи в смысле... Страховщику, еще как. Нет, ну, нет, конечно же, у нас эти инструменты есть. То есть помимо мероприятий по снижению здесь... А у нас, да, у нас вот там, где мы говорили, у нас есть, конечно же, старкование, то есть передача риска, конечно, есть. Вот здесь я не буду говорить, но подробно, что, естественно, система строится и на требованиях регуляторов, так как на госкомпании, требованиях регуляторов, и контролирующих органов, и, конечно же, национальных стандартных, и требования международных стандартных, и даже лучших мировых практик топовых компаний. Единственное у меня, ну так, пожелание, вы ссылаетесь на уже лучшие стандарты, которые мы разработали в последние три года. ГОСТы, даже ГОСТыР. Надо обновить будет. Мы обновим, да, конечно. Следующий слава. Здесь также мы говорим о том, что есть определенные требования, которые, есть поручение президента Российской Федерации ко всем государственным компаниям об эффективности системы управления. Ну и здесь, ну, соответственно, тоже там везде галочки, что мы соответствуем. Следующий слайд. О роли службы, службы риск-менеджмента, да, и об ответственности. Здесь на пирамиде у нас генеральный директор, первые заместители, топ-30, и руководители всех функций уже такие, middle-manager. Вот. И мы, ну, генеральный директор, первые замы, они курируют, то есть на их уровень уже выходят не какие-то мелкие риски, да, а выстроена система эскалации, что только большие риски, которые действительно могут, риски каких-то крупных проектов. Вот вы задавали вопрос о том, что иногда бывают проектные риски, они могут выйти, ну, выйти в перечень ключевых рисков, да, у нас есть там кто-то ключевых рисков, которые могут сильно повлиять на денежный поток гостропораций. Есть там средние риски, ключевые, да, и операционные проектные риски, которыми могут управлять на уровне руководителей проектов и не надо выносить там даже на уровень гостропораций. Следующий вопрос. что в итоге системы управления рисками обеспечивают? Ну, требования зарубежных заказчиков, да, потому что, когда мы заходим в какой-то проект, в какую-то страну, они, ну, в какой-то период были впереди наших российских компаний, да, то есть у них уже тогда сразу было, а у вас есть план управления рисками, мы, да вы чего, мы же, ну, не будем говорить, мы на авось отработаем, да, но, тем не менее, у них, они в этом смысле в плане управления рисками, в плане требования к этому, они впереди нас были, вот. Ну, так вот мы строим адренные станции, есть еще международная ассоциация стоимоснового инжиниринга, вот, тоже там и их требованиям соответствуем, соответствие требованиям проектовых агентств, регуляторов, контролеров, вот еще, да, инвестиционный ресурс компании, ну, общий инвест-ресурс для того, чтобы реализовывать инвестиционные проекты у нас тоже считается с учетом оценки рисков и возможностей, то есть даже там считая колебания валютных курсов, мы считаем колебания не в минус, как риск, и как возможности, сколько там, грубо говоря, мы на этом можем сравнивать. Ну, и так по каждому показателю, по каждому риску у нас оценка всегда и рисков, и возможностей. это логично. Так, следующая программа. Ой, простите. Ну, здесь, мне кажется, уже многие говорили о том, что все крупные проекты реализуются с большой задержкой, да, а вот, собственно, причины, ключевые шесть причин. Не определить, вот да, бывает, что не определены цели проекта, обслуживают опыт у проектной команды. часто взяли, там, собрали команду, так, быстренько, быстренько, а команда должна так сработать. Блок проработанной договорной стратегии, отсутствие системы, здесь, недависимо, там, жирным, систем управления проектными рисками, это является автобией, отсутствие базы данных по реализованным проектам, это база процессом, слен, вот, и отсутствие системы контроля. Следующий слайд. Вот, у нас, мы перешли к системе, внедрили систему раннего реагирования, ну, везде, для каждого направления, еще там свой уровень развития, оно тем не виднее, уже есть понимание, что максимально эффективно, ну, то есть, это классика, это теория, что максимальная эффективность, она состоится на начальных этапах реализации проекта, и в том числе на этапе контрактации, поэтому сейчас уже даже заключая, там, прорабатывая договор, контракт, мы уже делаем эти оговорки, чтобы учесть и снять какие-то риски, которые у нас есть в исторической базе. Вот, следующий слайд. Ну, да, у нас разработаны чертисты, тут тоже все понятно, цифр понятен. Следующий слайд. А почему по техническим рискам длинненько-длинненько? На старте проекта. То есть, здесь идут общие риски, там, страна, валюта, а уже потом технические риски подключаются, когда мы определили, что проект есть, это идет уже на следующем этапе. То есть, там, есть ли там... Или потому, что технические риски, которые связаны с янерной энергетикой, это совершенно другая история, и они к вашему, к вашей комплектации... Нет, 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 конечно же, имеют, то есть, у нас это есть, но это включается на следующем этапе. То есть, на первом этапе мы смотрим, там, мы входим в страну, в какую-то... Понятно. То есть, мы смотрим правительство, там, смена правительства, валюта, конвертировенность, вот такие вещи. Еще раз, то же самое вопрос. Сами делали я? Росатом сам делал эту систему или пользовался какими-то большими комплектами? Ну, смотрите, 90% делали бенчмарк в плане того, как это выстроено в других компаниях. Это Big Four, одна из компаний. Назвать нельзя? Ну, можно, КПМГ. Спасибо. Ну, да, здесь, как считается, резервы на рейс, видно, что вот она там надбавка, конкретно разложена стоимость, там, риск 1, риск 3, риск 4, и уже в контракте можно торговаться. То есть, какой-то риск на себя возьмет заказчик, ну, и понятно. Следующий слайд. Ну, это, на самом деле, у нас достаточно серьезная модель, то есть, здесь используется и моделирование Монте-Карло, у нас просто разрабатывают, то есть, здесь мы абсолютно согласны, так, что если нет хороших входящих данных, то моделировать, конечно же, невозможно в хаос. Но когда есть хорошие данные, когда есть четкий календарный сетевой график, когда есть график и модель критического пути, те события, которые лежат на критическом пути, вот тогда можно моделировать. Вот, но это, конечно же, кропотливейшая работа и тех, кто работает, собственно, в проектах для разработки этого графика и для работы, в том числе системы моделей. Системы – модели пустичных людей. Вот, следующий слайд. здесь достаточно все просто, да, то есть, можно взять любой, более наглядный стоимость проекта. До внедрения вибриятия это моделирование Монт-Карло, то есть, там же не Хартом берется, а там же берется, там, Монт-Карло – это 10 тысяч, грубо говоря, подбрасываний кубика, то есть, там не константа берется, а то есть, оценивается вероятность и, соответственно, глобость-вероятость. И после внедрения мероприятий, какой будет диапазон по стоимости проекта и по срокам его реализации. Дальше, задим. Ну, конечно же, да, мы формируем парзу Лес-Нс-Лен, то есть, все, что было по крупным проектам мировым, все, что было по всем атомным станциям, которые строились когда-либо в мире, нами, не нами, то есть, у нас есть этот парз, и по всем другим крупным проектам и, конечно же, по тем проектам, которые, вот они сейчас реализуются нашими менеджерами проекта, директорами строя, вот, базы это наполняются. Как понять, что система управления рисками внедрена и работает? Первое, что риски строят в систему принятия решений, риски не повторяются, то есть, у нас есть, вот на этом у нас есть ПП, чтобы не было повторяемых рисков, которые уже ранее реализовывались. Для тех рисков, которые уже когда-то были, у нас разрабатываются мероприятия, назначаются ответственные, вот, и вот уже не, так скажем, минусуются ПП в случае, если вдруг риск реализовался, который ранее был. Вот, а риски говорят открыт, потому что многие боятся, сейчас мы скажем о риске, а нас составят разработать меры, что-то там делать, вот поэтому у нас за это не наказывают, мы об этом говорим, мы это поощряем, что если ты не разработаешь мероприятие, то, соответственно, ты не приплывешь и не придешь к финишу, вообще не придешь к финишу. Вот, это же сайт. Я думаю, что подробно про риск культуры я не буду, все прекрасно знают, что ясность, подлеченность, прозрачность, ролевая модель, открытость, но это все, я думаю, каждый студент знает, вот, но о том, что риск культуры действительно важна, в этом сомнений нет. Давайте следующий слайд, ну, и тоже следующий слайд. Вот, как у нас, он тоже классический, мы сначала провели диагностику, потом провели анализ, определили полевые точки, сфокусировались и потом уже сформировали программы и для топ-менеджмента, и для риск-менеджеров, и для всех сотрудников, там, для менеджеров проектов, в том числе. Если можно, пять минут. Да, все, я заходил. Я решил, чтобы это получится. Для менеджеров проектов мы, кстати, делаем совместно со Скокова. Очень хорошо. А почему не знали? Мы прекрасно это делаем. Мы не знали. А с кем? Шишаковым делаете в Скоково? Нет? Шишаковым, Андреем? Нет? Ну, нет. Андрей Шишаков, он один раз со мной, мы с ним сжигали, рассказывая про риски. Вот. А так у нас Алексей Хаков. Вот. Ну, и, конечно же, надо сказать, говоря в ВУЗе, который о международных отношениях, мы должны сказать о целях устойчивого развития, которые у ООН. все их знают, их 17 целей. Вот. И здесь, на этом слайде, очень красиво сделано соответствие цветам, какие-то цели. Ну, и главное, что цель номер 7 это недорогостоящая, чистая энергия. Ну, и, конечно же, все другие цели также поддерживаются в господспорте. Наглядный слайд, очень, конечно же. Следующий слайд. Он всем помог сделать красивые презентации с учетом яркости 17 целей. Да. Да. Вот. также, конечно, вклад, Росатом вносит в план сохранения климата. Следующий слайд. Управление климатическими рисками. Это вот как раз те самые ESG, в том числе ESG-риски. Тоже ими управляем и на стадии проектирования, и в процессе сооружения. Тоже можно пролистать за такие детали. Ну, и здесь тоже, что в настоящее время Еврокомиссия сейчас принимает за решение о признании атомной энергетики в качестве зеленой. То есть это действительно такие большие шаги, которые, я надеюсь, в ближайшее время будут прийти к решению. Вот интересно, у вас инженщина тематика возникла чуть раньше, чем у всех? Или вот сейчас уже... А вы знаете, на самом деле она у нас возникла раньше. Более того, у нас еще наши позначействия, вот она мне как раз звонила, Ирина Ильевна, они уже раньше разрабатывали эти карты, они уже раньше взаимодействовали, потому что у нас проект турецкий начался чуть-чуть раньше, и в том числе и финский. Вот, они начались у нас гораздо раньше. И уже тогда мы, взаимодействуя с ними, говорили в том числе об окружающей среде, еще тогда не было вот этой аббревиатуры ESG, но у нас это все было. И поэтому потом, когда появилась эта аббревиатура, нам всего лишь надо было собрать наши данные и подвязать под руку EES. Может, мы опустим? Да, ну да, можно опустить, это важно. И, кстати, вот блок о международной деятельности, наш Руссо-Парад с Руссо-Антем, он очень активно участвует в мероприятиях, во всех поддержке, в межправосоглашениях. Не только в передаче, что, где, когда. Нет, 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 это у нас Спаский Николай Николаевич, он... Ну да, но там не хочу говорить. Где, что, где? Да. Да. Они экспонсируются? Ну, видимо, да. Ну, у нас госкорпорация знаний, и да, они участвуют. Каждая игру звучит знак «Руссо-Атома» самого лучшего игроку. Я смотрю все будет. Да и так сложно нажать на правильный. Вот, поэтому спасибо вам за внимание. Спасибо. Спасибо большое. Я к этому только добавлю, что вот хотелось бы, чтобы мы по возможности повоззаимодействовали, поплотнее. И я с тем же самым хотел бы поднять игру. Не обижайтесь. Нашу работник не ровно. Восток-восток, а мы все-таки в ESG-повестку включились очень просто. Ну, да. Крайнее выступление. Дмитрий Зайцев, Норникель, представляющий уважаемую компанию Норильский Никель, управление рисками проекта. Как запланировать будущее. Конфигущее название. Тоже, пожалуйста, вот компактно, если можно. Все, сейчас этот открою. А, да. Мне нужно... На самом деле будет выступление немножко пробиваться из такой очень академической темы. я считаю, что это будет не по-другому заходу в микро-студенты, прежде всего. А тут сидят такие зубры, да? Ну, я, да. Как-то... Не сидя тоже... Не, на самом деле, Дмитрий, задача, прежде всего, для молодых, для студентов. наш... Ну, в первую очередь, это был выступление, такое книга, начало. Мы сразу поймем, много своих людей, разумно, кто-то, где-то, есть, кто-то, есть. Хорошо. Кто-то изучает книжечки. Вы первый раз сегодня вообще проэкспрессионисты не слышите на языке. А, изучается, да? Хорошо. У меня будет немножко технологии, как раз, мне кажется, очень хорошо в конце зашло. Не будет у вас технологии. не получается. Потому что у вас коррумпированный слайд. Коррумпированный. Наркет или не коррумпированный. Пойду. Давайте раз, я обещаю. Окей. Сейчас я сделаю выход. Но очень важно. Перемок, в основном у меня такой жилой разговор, потому что я с вас третий. Проекты разные, проекты бывают жизненные. Как сейчас начинали ремонт, запланировали смену и потом вывесили сроки? Вставки у вас есть? Нет, на самом деле сейчас не планируют ремонт, то, что все запланировали, то получается и сроки, и качества, и бюджет превышенный. Можно значит планировать. Какие-то сказки очень много как сейчас мы планируем для поехать, если мы не расчет опаздываем, в нашей сегодняшней выступлении, точнее мероприятия, запланировали одно время недолжных умов, это рейс анализовался. Все это можно запланировать просто. Такая схема такая простенькая, но как не успешно перевел. Идея в том, что ничего сложного, взято и запланировали, и идем по плану, но такой бредный совет, как сделать не правильно опять, если проблемы с планированием, и в дальнейшем мы не участвуем в мире, не вывездаем на последний английский заклад, объятия, в кандидат сетевой игр, в перешние работы, то мы не придем к тебе в проект, а сейчас люди делают правильный взгляд, причем качественный небольшой, стандартный, точный проект в описании в другой, проект какой-то волонтерский, честно говоря, и в принципе с планированием еще получше, и наука планирования и вообще проектного управления на наука и практика давно развита и в принципе эффективно работает. Продолжение следует... следует... Знаете, такой вот след, выходили от обычных след, и там два колесика еще взбокли. Катался, катался, и потом отец мой незаметно эти два колесика перевернул. Они оставались в муниципеде, но фактически уже не имели представления зарубий. Я катался парочку месяцев, когда окончательно не сказал, что давай уже уберемся и так уже пытаюсь сходить в колесах. Причем пример, потому что я начинаю со штантов и это тоже очень важно при планировании понимать, когда расти к нашей цели и какая вообще была цель. Давайте уже следующее слайд. Вот такая нормация, как то, что действительно проекты не завершаются в зону и завершаются превышения до 200 керасов? Да, шкуровый 20% процентов от 800 керасов? А, а 20% процентов на превышение на сколько раз? Два. А если на 1900? Да. Ну, еще вазы. 19, 19, 19, 19. Ну, превышение на 100, еще была ваза, 100% плюс, 1900. Я спросил, на сколько? На сколько, на сколько раз? Хорошо. Хорошо у нас. Пациенты, проценты будут, и все тоже понимают. Ну, это так, по-моему, вот. На самом деле, это я в том, что колоссальные цифры, то есть это вам не на 5, не на 10%, это, действительно, в десятки раз превышение. Это крупные проекты. Что мы же говорим про мелкие, иконичные проекты. То есть это надо что-то делать. Дмитрий, если можно, 5-7 минут. Спасибо. Дальше ничего. А, потихонечку, там у нас анимация. Я же говорю, корабль. Если только вы сами что-то нам соминируете. Ну, либо ПДФ и все, которые тоже присылали. Я присылал только по ППП. К сожалению. Да, неважно. Извините. Это риски, это риски. Они вот так работают. Извините. Есть система оперативного реагирования. Есть система оперативного реагирования. Хотел бы говорить про определение. Вообще, давайте посмотрим, кто понимает на самом риск. Или, знаете, какие участницы поступающих в городах. Что это, риски? Ну, сейчас идете и вас спрашивают. А где вы меня аут или на цистику управления рисками? Угроза? Угроза. Почему угроза? Угроза, которую надо воспринимать преждевременно до ее наследия. Ага, ага. То есть что-то в будущем наступит? Да, если это точек-точек нет, то возможно, в будущем, то есть классическое определение – это влияние неопределенности на сейк. Какой-то неопределенность, ну… Действительно. …которые в будущем будут повлиять на наш сейк. Причем сейк может быть проект в сейк, какой-то проект в сроке уже с сейк компании, взял по уровню ебеды, например, личный сейк. А проект, что такое? Я просто пытаюсь, что проект на риск. Проект. Ну, проект. Слово, ты с целью. В одном же цель. Ну, и чего, вот, мы взяли цель. Дмитрий, у меня, ранее Бога, извините, но у нас все-таки и не лекция. А, у меня немного там. Я в тайнах уложу. Да, почему мы сильно не можем это сделать больше? Вчлогиня не собираюсь, что это, что за ограниченные у проекта не присутствует… Резвращение, если это правильно, в том, в том, в том, что неправильно, и, действительно… Резвращение решение… В это время, что вернулись к краю, это, в том, что… Разручено. Давай, как раз, пр hercznie файл, таким образом был пределитель. это не анимация вот эти риски ничего не делать с проектом какого критичного не менять такой рецепт универсальный трудно мы наверное это моя ошибка как организатора некая в такой временной жесткий интервал вместить очень насыщенные там объемные и темы и выступления поэтому надо было конечно может быть чуть-чуть поменьше сделать я знаю да вы молодец Андрей Николаевич меня потом осудит как всегда и правильно сделает он как-то более системно к этому относится тем не менее спасибо еще раз тем не менее я хотел бы сердечно поблагодарить всех спикеров и всех нас и студентов и аудитории и за аудиторию вне аудитории за то что вы внимательно слушали и участвовали в обсуждении и я думаю мы достаточно достойно отметили день риск менеджера ну по крайней мере днем вот и я мне кажется что эту практику нужно развивать и продолжать она очень полезна поэтому еще раз огромное спасибо капиталине генни и ее команде и всем кто пришел я понял намек значит надо сделать следующий упор на страхование но я хочу напомнить что у нас буквально через 10 меньше даже дней мы проводим свой ежегодный форум по управлению рисками который будет и в онлайн формате и оффлайн 16 сентября в отеле золотое кольцо послезавтра будет вебинар по кибер рискам информ безопасности но много мероприятий но в любом случае я думаю что то то о чем я говорил в начале вот меня очень это волнует и хочется чтобы проект получил свое развитие реальное лаборатория молодого рисковика может громко названо но достаточно загадочно да я хотел бы что вы так или иначе обратили внимание на то что уже вывешено и может быть вы присоединитесь к этому проекту но уже есть даже среди спикеров которые сегодня перед вами выступали были пожелания и предложения организовать практику на их в их компании это существенный момент для каждого студента я прекрасно это понимаю поэтому я вас заинтриговал этим обстоятельством а дальше значит по мере того как информация как ваша активность информация что-то выплатятся мы можем этим тоже в рамках этого проекта и вне рамок попробовать какой-то степени реализовать еще раз огромное спасибо всем с праздником и берегите себя и я последнее слово на правах хозяина собственно говоря площадки хочу так же поблагодарить всех спикеров в том числе этих которые уже убежали я думаю что для и моих студентов в том числе особо было интересно услышать что мы все это мы все это проходили на занятиях мы все это делали в наших интегрированных кейсах да мы знаем как это делать вот эти нам возможности идти к вам на практику мы с удовольствием попробуем это своими собственными руками как это у вас получается соответственно и на отвечая на вопрос который пришел и на сайте МГИМО на страничке кафедры информация будет выложена в ютюбе в ютюбе запись будет выложена и соответственно все передадим русриску как соорганизатору и главному вдохновителю этого красивого праздника но и на будущий год мы с удовольствием готовы предоставить свою площадку если другие вузы не составят нам достойную конкуренцию ну а про 6 октября про день страховщика обязательно будем думать что сделать надо думать обязательно спасибо всем спасибо большое спасибо 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 спасибо